Предлагаю начать работу совета. У меня единственное предложение, с учетом того, что я буду вынужден сейчас на какое-то время отлучиться, примерно на час заседания совета, я прошу Алексея Владимировича провести эту часть совета, если нет возражений. Нет возражений? Спасибо. И прошу перенести тогда четвертый вопрос, поставить его первым. Николай Сипанович, не возражаете? Отлично. Ну, тогда решение принято по повестке дня. И я предлагаю потом окончательное решение по составу секций в конце совещания принять после обсуждения всех вопросов, связанных с конференцией, с конкурсом. То есть голосование уже где-то туда ближе к шести провести по всем вопросам ключевым, связанным с конференцией. Спасибо. И у меня есть еще хорошая новость. Наш коллега Артур Викенч отметил прекрасную дату. У него был день рождения, поэтому я хочу от имени совета, актива совета, его поздравить. Спасибо. Ну, я очень рассчитываю на дальнейшее ваше... Спасибо. Небольшое уважаю. Спасибо огромное коллеге за поздравление. Всем нам хорошей работы. Алексей Владимирович, передаю вам слово по ведению. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Для информации, Оргкомитет конференции, когда рассматривал вопрос по секциям, одно из предложений рабочей группы по промышленности было проведение секции по промышленности. Члены Оргкомитета задавались вопросом, почему именно для промышленности, а не для аудиторов или для строителей проводится отдельная секция. Говорилось о том, что есть несколько разное понимание саморегулирования, по крайней мере то, которое излагал Николай Степанович или Евгений Иванович. И ставился один простой вопрос, что есть ли у производственников наработки, которые позволяют и без участия государства, без вмешательства государства реализовать саморегулирование. То есть вот эта конструкция, которая часто озвучивалась, в том числе на заседании совета, о том, что должны быть преференции, преференции при госзакупках для членов саморегулируемых организаций, если что-то иное. И вот последняя договоренность, которая была, что Николаю Степановичу группе по промышленности выделяется полтора часа на заседание совета для того, чтобы рассказать о тех наработках, которые есть в группе по саморегулированию промышленности, для того, чтобы члены совета могли принять решение целесообразно или нет проводить отдельную секцию. Поэтому вот и слово уважаемым господам производственникам. Кто у нас докладчик? Я вижу Евгений Иванович, как заявлено на слайде. Евгений Иванович будет. Хорошо. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые семьи совета. Очередной раз мы разбираемся с тяжелым вопросом, с вопросом, что такое саморегулирование в промышленности. Ну, промышленность это продукция, продукт твердый, который можно взять в руки у этого каждого продукта. Есть несколько характеристики, делятся на несколько уровней. Пожалуйста, следующий слайд. Первое – это обязательные требования, соответствующие требованиям государственных органов надзора. Их надо выполнять, хочешь или не хочешь. В СРО ты или без СРО. Рекомендательные – это базовые, которые соответствуют требованиям национальных и международных стандартов. Ну, сокращенно, НСТ, МСТ. Значит, слово «рекомендательные» говорит о том, что их можно выполнять, а можно не выполнять. Ну, например, когда нельзя их не выполнять. Это когда ты пересекаешь таможенную границу, и тогда таможенник имеет право пропустить или нет. Вот как ему захочется, так и будет. Вот это слово называется «рекомендательные». Ну, иногда наступает форс-мажорное обстоятельство, такие как лозунг импортозамещения. Тогда уже, конечно, таможенники никак не могут не требовать выполнения национальных стандартов и международных стандартов. А если нет такого форс-мажора, типа требования импортозамещения, то, в общем-то, таможенник полностью может решать. Может пропустить, может нет. Он царь и бог в этом вопросе. И, наконец, последняя, третья группа характеристик любого товара – это рыночные, конкурентные, которые соответствуют требованиям стандартов организации. Именно стандартов организации. Если первые и обязательные, и рекомендательные – это планка, которую должны перепрыгнуть все, то рыночные стандарты организации – это планки, которые каждый устанавливает сам себе и демонстрирует, на какую высоту он прыгнет выше обязательных и выше рекомендательных. То есть, на самом деле, это фиксация конкретной достигнутой высоты. Это и есть конкурентная. Следующее. Производителю не нужна СРО для получения разрешительных документов на испытываемые и регистрируемые образцы его продуктов в соответствии с обязательными требованиями государственных органов госназора. Не нужно ему никакого СРО для этого вступать. Обязательную сертификацию он может сделать и без уплаты взносов СРО. Сам по себе. Никакого СРО не надо. Следующее. Обеспечительные меры соответствия продукта требований государственного надзора – это следующее. Административный запрет, административное или уголовное наказание, которое выполняется на следствии государственного бюджета. СРО, соответственно, никак не может выполнять эти меры, поскольку предприятия, желающих добровольно платить взносы за то, что им будут запрещать, за то, что им будут наказывать уголовно-административно. Таких чудаков на белом свете нет. Среди промышленных предприятий во всяком случае. Следующее. Среди промышленных предприятий во всяком случае. Таким образом, производителю не нужна СРО для получения документов в соответствии с продуктом рыночным тремом его же стандарта. Вот он придумал стандарт. Собственно говоря, он его может выполнять без всякого СРО. Добровольную сертификацию он может сделать без уплаты взносов и без всякого СРО. Сертификаты в соответствии с стандартами организации также юридически ничтожны в качестве обеспечительной меры возмещения ущеба. Я обращаю внимание на термин «обеспечительная мера», потому что тот, кто знает гражданское законодательство, знает, что на всякий чих нужен обеспечительный мер. Производителю от СРО нужно только то, что он не может сделать сам. Что он не может сделать? Он не может представить сам себе юридически значимые поручительства, свидетельствующие о его добросовестном предпринимательстве и соответствии его товара, декларируемому качеству. Вот это он сам не может сделать. Это может сделать СРО, поскольку у него для этого есть финансово-обеспечительная мера формы компенсационного фонда. Допуск не к работам, а к использованию компенсационного фонда, как инструмент поручительства о возмещении ущерба потребителю от использования продукта членов, является рыночным смыслом саморегулирования. Это и есть содержание. Да, слайды, пожалуйста. Девятый. Итак, СРО может сделать восьмой, пожалуйста, верните, я увлекся, да. То есть производителю нужно то, чего он сам не сможет сделать. Добровольную сертификацию, обязательную сертификацию, это он может сделать без СРО, для этого никакого СРО не надо. И он не будет платить за это дело никак. Он будет платить только за то, что не может сделать он сам. Так вот, СРО может, там ошибка, производитель не может. СРО может сделать то, что у него есть обеспечительная мера и, соответственно, эту обеспечительную меру, как гарантию, так сказать, возмещения ущерба, он может представить. Десятый. Следующий. Девятый. 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 Итак, что может сделать СРО? Он может предоставить услугу, ту, которую не может сделать сам производитель. У СРО есть для этого финансово обеспечительные меры, для того, чтобы предоставить ту услугу, которую не может сделать сам производитель. Допуск к использованию компенсационного фонда, он может представить, как инструмент поручительства о возмещении ущерба потребителю от использования продукта члены СРО. Это и есть рыночный смысл саморегулирования. Этот инструмент и есть смысл саморегулирования. Это и есть содержание услуги СРО члену СРО. И никаких других услуг СРО представить члену СРО не может. Следующий. Стратегия рабочей группы саморегулирования. Это отказ от организационного дискрепционного метода. Ну, кто знает теорию, экономическую теорию, знает, что слово дискрепционного. От организационного дискрепционного метода управления, ограничивающего предпринимательскую деятельность допусками к работе. Это дискрепционная мера, от нее во всем мире отказываются. Ну, а у нас как-то все наоборот проходит. Мы стоим за применение рыночного автоматического метода управления. То есть стимулирование развития добросовестного предпринимательства допусками к финансовым гарантиям. Не к работам, а к финансовым гарантиям в отношении конкретных позиций продукции. Не ко всей продукции, не члену СРО, а конкретной позиции продукции. Вот следующий, одиннадцатый. Что такое рыночный автоматический метод управления? Это предоставление преференции не правлением СРО, как это сделано в строительстве. Не членам СРО, а конкретным продуктам членам СРО. В отношении которых члены СРО добровольно, добровольно выполнили за свои собственные средства конкретные мероприятия, составляющие механизм саморегулирования. Добровольно, за свои деньги, и не членам, и не правлением, а только продукту, и не всем продуктам, а только тем, по которым выполнен механизм саморегулирования. Его содержание, следующее, пожалуйста. Первое. Разработка членам СРО стандарта организации на продуктах. Сразу скажу, что это совсем непростое занятие, которое стоит денег, времени и много еще чего. Второе. Это разработка правлением СРО стандарта саморегулированной организации на продукт на основе стандарта на продукт, на основе стандарта на этот продукт самого производителя. Третье. Это заключение договора членам СРО о допуске к праву использования компенсационного фонда на возмещение ущерба при использовании члена продукта, соответствующего стандарта СРО. Четвертое. Выдача СРО поручительства о гарантиях по возмещению ущерба потребителю при использовании продукта члена СРО, соответствующего СРО. И, наконец, последнее. Это внесение в паспорт продукции стандарта СРО и поручительства о гарантии возмещения ущерба. Вот этот пятый пункт, он как раз обеспечивает того, что потребитель узнает о том, что существует СРО, о том, что существует стандарт его содержания, о том, что существует поручительство и куда бежать за возмещение ущерба. Сейчас у нас выдают, вы можете посмотреть на так называемый допускак работам. Там что написано? Такая-то организация допущена к работам по ГОСТ, ОСТ и все. И потребитель, собственно говоря, даже не понимает, что это за документ, из чем его едят и зачем он нужен. Выполнение членом СРО мероприятия механизма саморегулирования создает необходимый для государства юридически значимый институт финансовой ответственности члена СРО за соблюдением декларированных качеств его продуктов. Создание этого института член СРО осуществляет на собственные средства и вправе отжидать от общества его позитивной оценки. Эта оценка должна иметь публичный и рыночный характер в форме преференции, независящих от дискреционных решений. То есть независящих. Будет утро пасмурное или оно будет солнечное. Каждый предприниматель должен знать, что завтра будет то, что было сегодня. Для этого в законе 315 мы еще раз предлагаем устранить три недостатка, которые самые главные, которые здесь обсуждаются только нами и больше ни кем. Понятно почему. Это потому, что в других сферах деятельности этих проблем нет. А у нас они есть. И мы просим, чтобы все же наши проблемы учли. В том числе и в формулировках. Первое. Это уточнить формулировку предмета саморегулирования, которая сейчас отпугивает руководителя предприятия от вступления в СРО. Из-за потенциальной возможности вмешательства правления СРО в коммерческую тайну. Я хочу сказать, что я как бы представляю себе примерно работу юриста, риэлтора и так далее. Это компьютер, стол и пища и бумага. Промышленность это не компьютер, стол и пища и бумага. Это оборудование. Это настолько все сложное. И оно создается не в течение двух часов, когда принесли стол, стул и поставили работать. А в течение десятков лет. И там есть коммерческая тайна, которую нужно хранить очень долго. Десятки, а то и более лет. Второе мы просим. Добавить в закон стимул для вступления в СРО форме преференции конкретным продуктам. Еще раз подчеркиваю. Не правлением, не членам, а продуктам, членам СРО. В отношении которых добровольно собственные средства выполнены на мероприятии механизма саморегулирования. Я вон там перечислял. Это целых пять пунктов. Они стоят денег, огромных, времени и многое чего. В том числе интеллектуальной собственности. И, наконец, в третьем, уточнить неоднозначно понимаемые категории стандарты правил деятельности. Потому что они вносят вообще полное непонимание у промышленников, как это может быть стандарт деятельности. Ну, могу сказать, что стандарт деятельности – это конец рыночным отношениям. Если есть стандарт, его надо выполнять. Рыночным отношениям – конец. Потому что у всех одинаковая деятельность. Итак, по формулировке. Мы предлагаем уточненную формулировку, которая снимет эту самую преграду для вступления промышленных предприятий в СРО. Именно. И сделать ее еще короче, чем то и было. Я, конечно, прочитал примерно страниц, строк 20, который предлагает формулировку Минэкономразвития. Ну, комментарии как бы излишни. Если люди не могут сказать кратко, то значит они вообще в этом деле ничего не понимают. Минэкономики ничего не понимают. Потому что вот такой вот, на целую страницу. Мы предлагаем следующее. Предметом саморегулирования является отношение субъектов предпринимательской деятельности объединенных саморегулированных организаций с потребителями. Итак, отношение субъектов деятельности с потребителями. Все. А не сама деятельность. Потому что то, что обсуждается сейчас, это работа, это отношение, та, которая записана раньше и которая сейчас ведется, это выяснение отношений между СРО и органами государственной власти. А где потребитель? Потребителя нет. Вот наша формулировка говорит о том, что мы понимаем СРО как отношение саморегулирования, как отношение между производителем, так, покороче, да, с потребителем. И все. И это главное, от чего должны мы отталкиваться при решении всех проблем саморегулирования. Второе предложение по второму пункту, которое 16, пожалуйста. Это преференция. Вы ее слышали, мы на ней продолжаем настаивать. Почему? Потому что я хочу сказать, что без этой преференции промышленные СРО работать могут. Это правда. Но с огромным трудом и очень длительным периодом понимания, так сказать, всеми остальными производителями, что это им надо. Это им нужно очень долго доказывать. А мы хотим вроде как раньше. Итак, мы считаем, что продукция или услуги предприятия, члена саморегулирования, предъявивших поручительство, саморегулирование о финансовых граних, возмещение потребителей от нанесения ущерба, имеет приоритет при конкурентной форме отбора предложений на поставку товара, указание услуг на выполнение работы государственной. Вот эта вот преференция, она как раз и может быть той самой позитивной оценкой деятельности промышленных СРО, которая будет и оценкой, и рекламой, и развитием, и все остальное. Ну а в части третьего мы предлагаем новую формулировку понятия стандарта и правила. Значит, стандарт продукции и правила деятельности. Вот это нам понятно. Непонятно, стандарт деятельности. Это вообще-то не по-русски. Ну, мы полагаем, что возмещение ущерба, следующий, 18, ущерба и понятие членом СРО репутации на рынке является чрезвычайным событием, что при нормальной работе СРО ущерб отсутствует и на это нацелена вся концепция, что размер компенсационного фонда при этом не имеет значения, что увеличение компенсационного фонда с 3 до 25 тысяч создаст барьер для вступления в СРО приведет к бесполезному замораживанию оборотных финансовых средств. Я ознакомился, что творят строительные СРО в интернете. Там, оказывается, в зависимости от объема, в компенсационный взнос вносятся сумасшедшие совершенно суммы, они все замораживаются. А замораживаются почему? Почему? Потому что, видимо, строительные организации все же какой-то порядок, СРО, все же какой-то порядок наводит, то есть приводит, и эти деньги просто замораживаются. С точки зрения макроэкономики, великолепные средства для правительства, так сказать, снижения инфляции, да. А для самой промышленности это изъятие из оборота нужных им средств. Вроде как правительству хорошо, а строителям плохо. Зачем нам, промышленникам, так сказать, изымать лишние деньги? У нас их так нет. Мы полагаем, что исключение недоспоросовестного члена, который нарушил, автоматически приводит к улучшению репутации предприятия на рынке, а потеря репутации является самым действенным. Самым действенным наказанием, при этом размер компенсационного фонда практически не является важным, поскольку компенсация за нарушение стандарта может и будет происходить за счет нарушителя. По принципу презумпции невиновности. Мы полагаем, что нормальное состояние СРО – это отсутствие нарушения стандарта. Почему? Потому что он же сам его и предложил. Нормальным является состояние, когда не поступают претензии. И, кстати, между прочим, в той справке, которую сделало контрольное управление, в котором говорится о том, что нет разбора и нет компенсации. Так это нормальное состояние. Это как раз ненормально, когда компенсационный фонд тратится на возмещение ущерба. Гарантией отсутствия претензий может быть только прохождение конкретного продукта, многоэтапных мероприятий, механизмов саморегулирования, который стоит члену финансовых и трудовых затрат. Мы полагаем, что только выдача правлением СРО-поручительства о гарантии возмещения ущерба удостоверяет о принятии позиции в сферу компетенции и ответственности СРО. О чем идет речь? Что если в СРО вступил какой-то член, то это не значит, что компетенцией СРО является вся его продукция. Компетенцию только та, которая прошла механизм саморегулирования, а которая не прошла, она не может быть компетенцией. СРО за это дело отвечать не может. Не наказывать, не поощрять, ничего делать. Ну и, конечно же, поручительство о гарантии возмещения ущерба должно отражать в себе информацию об идентификаторе продукции, о стандарте, об обязательстве нести финансовую ответственность и входящую ее компетенцию. Вот это поручительство должно быть документом самым главным, который должен видеть потребитель. И в этом поручительстве должно быть написано все. И какой стандарт, и какой договор, и какие деньги, и кто за что отвечает. Тогда будут и претензии, конечно, тогда будет больше требований возместить ущерб. А сейчас потребитель ничего этого не знает. Поэтому он и не требует. Он не может требовать того, чего не знает. Мы полагаем, что прохождение всех этапов механизма самоуголивания невозможно для недобросовестных членов, производителей и мошенников. Поэтому членство в СРО должно стать и рыночным репутационным преимуществом. Мы акцентируем внимание, что в России сейчас около 70 тысяч крупных и средних промышленных предприятий. Следующее. Но создано всего лишь 16 промышленных СРО. То есть где-то примерно 400 предприятий. Это свидетельствует о чем? О том, что в законе 315 нет необходимых условий для развития института саморегулированных промышленностей. Нету его. Никто туда не хочет идти. И вначале я говорил, что СРО многое для чего, по многим причинам, не нужно предприятиям, производителям. Им нужна помощь от СРО, а не наказание и контроль. Мы акцентируем внимание, что подавляющее количество СРО создано в России на основе дискрепционной организационной преференции правлением. Вот это про переференции, так сказать, правлением, которое сейчас сделано для строительных, по принуждению вступлению в СРО. Что оно позволяет обязательным СРО? Первое. Собирать и использовать взносы без встреч какой-либо встречной услуги. Как говорят экономисты без встречного трансфера. Выдавать членам СРО юридически ничтожный документ под названием допуск к работам. Не содержащей никакой финансовой ответственности, то бишь юридически ничтожным. Такая преференция, предоставленная правлением обязательным СРО, создала условия для мошенничества и коррупции. Мы это видим по интернету каждый день. Акцентируем внимание, что предлагаемая преференция для конкретного продукта члена СРО сделает бессмысленным существование организационных дискрепционных допусков к работам. Вот то, что сейчас у нас есть. И позволит перейти всем членам СРО, в том числе и обязательным, на рыночный автоматический метод управления качеством. Называемое гражданским обществом. Ну и конец. Акцентируем внимание, что утверждение федеральных стандартов, которые нам сейчас предлагают национальным объединениям, приведет к злоупотреблению. Конечно же, риэлторам и оценщикам это непонятно. А нам понятно. Почему? Потому что это приведет к немотивированному, очень часто приводит к немотивированному, волюнтаристскому отказу к выдаче допуска к работам в соответствии с требованиями федерального стандарта. К искам прокурора в суд о приостановлении бизнеса, приходит пристав и опломбирует с возможностью на исцеление ущерба не установлено число лиц на основании отсутствия допуска к работам. Легко. Таких примеров сколько угодно. И наконец, решением судов о приостановлении бизнеса в связи с иском прокурора. Вот хороший, хорошо звучит федеральный стандарт. Они сейчас у нас есть, кстати, эти федеральные стандарты. Они в техническом регулировании называются национальными стандартами. Это и есть тот самый федеральный стандарт. Но они, эти национальные стандарты, осуществляются, регистрируются и контролируются госстандартом, то есть государственным органом, Росстандартом. Ну, в советское время, Росстандартом. И, соответственно, есть какая-то все же надежда, что эти стандарты будут писаться правильными. Но когда это будет отдано на откуп саморегулированным организациям, общественным организациям, по сути дела, то конфликт интересов неизбежен. Просто неизбежен. Мы считаем, что стандартов организации, которые есть в техническом регулировании, которые предусмотрены техническим регулированием, вполне достаточно, которые сейчас существуют. И тех, которые в других сферах тоже достаточно. Хорошее название федеральных стандартов, слов нет, спору нет. Но вот последствия могут быть очень неприятные. Последствия такие. Приходит пристав, накладывает пломбу. И коллектив в тысячу человек, в две тысячи человек оказывается на улице. Поэтому, пожалуйста, поаккуратнее с этим делом. Потому что то, что вы хорошо допустимо и приемлемо в других сферах, у оценечка, у риэлтора, еще у кого-то, пожалуйста, вы не знаете этих проблем. А у нас они есть. И если закрывают предприятия промышленные, то это не десять человек риэлторской фирмы. Не десять. А гораздо больше. Мы еще раз вас просим, уважаемый совет, поддержать наше предложение. И все же как-то, чтобы мы вместе решали вопрос развития института саморегулирования на таком огромном, скажем, участке, который сейчас громко называется импортозамещением. Вопросы какие-нибудь есть? В конце я еще немножко скажу. Если можно, то несколько вопросов. Такой грустный доклад, конечно. Вообще хошмар. Но меня интересует вопрос вот какой. Значит, выпуск новой продукции или просто продукции, которая не заявлена кандидата или члена СРО на выпуск, да, она не учитывается, я правильно понял? Нет, я не понимаю вопрос. Ну, вопрос какой? Там было сказано, что есть производитель, у него есть какая-то номенклатура продукции, за нее СРО несет ответственность. За другую? Нет, нет, нет. Значит так, есть производитель, у него есть список, длинный список, ну, как правило, у производителя он 10-20 там позиций. Значит, он вступил в СРО. Это не значит, что он уже имеет право на допуск к компенсационному фонду. Он его получит только тогда. И отдельно по каждому продукту рассматривается вопрос. Отдельно по каждому продукту. По каждому продукту надо сделать стандарт организации, где там будет описано все. От характеристик до безопасности и утилизации. Весь жизненный цикл должен быть описан. Это раз. На основании этого стандарта готовится стандарт уже саморегулируемый, саморегулируемый, то есть уже коллективного органа. Это был просто фирменный, да, а теперь уже коллективного органа, уже контролированный. Следующий. Должен быть заключен по этому, по одному продукту, должен быть заключен договор между членом СРО и самим СРО о допуске компенсационного фонда. Следующий. Нужно выдать соответствующий документ о том, что такой доступ состоялся. Он называется поручительство. Это все документы должны быть записаны в паспорте продукции. И вот теперь уже потребитель будет иметь, вот если вот это все пройдет, тогда потребитель будет иметь полную информацию для принятия решений о претензии на возмещение ущерб. Сейчас этого ничего нет. И потребителю, у него нет документов, на основании которых он может обращаться. В суд не имеет, судья не имеет основания, по которому он будет разбирать это дело. Понимаете, нет просто основания для судей. И если у предприятия 10 продуктов, то это означает, что вот по 10 продуктам должен произойти вот этот весь процесс. Сделал один, значит в компетенцию СРО является только один продукт. И СРО не будет отвечать за то, что придумал он там на стороне, в углу и так далее. Он не может отвечать. Презюмпцию невиновности никто не отменял. Ну, я не вижу, что этот механизм может работать вот в такой сложности. И здесь проще всего перейти на страхование продукта, и все. Это тогда будет четко и понятно, что выпуская какой хочешь продукт, но если страховая компания застраховала, значит можно. Ну, механизм страхования здесь больше вырисовывается, чем саморегулирование. Саморегулирование, оно совсем о другом должно быть. Нет, минуточку. Тогда скажите, пожалуйста, зачем нужно СРО, если есть страховая компания? Я сейчас хотел сказать несколько слов, зачем нужно СРО. Нет, ну, пожалуйста. То есть я на вопрос ответил, да? Да, я теперь понял, да. Хотя я не совсем понял, но... Извините, а можно вопрос еще вот такой. Вы могли бы продемонстрировать действие предлагаемого вам механизма, допустим, на основе вновь начатого выпускаться в России, к примеру, смартфона, в котором 123 ноу-хау? Во-первых, для того, чтобы продемонстрировать это, нужно, чтобы производитель это хотел. Пожалуйста, это первое. Во-вторых, для этого нужно еще создать СРО, вот этих вот смартфонистов. А их нет. Отвечаю на вопрос, есть ли прецеденты, и вот Константин Николаевич, он с самого начала правильно говорил, я поддерживаю, среди вот партнеров по СРО говорю, значит, давайте создадим прецеденты. Один, два, три, покажем, как оно работает. Вы об этом видите, да? Ну, не обязательно смартфон, да? Нет, вот ты конкретно хотел, ну, давайте возьмем торт. Вот мы сейчас работаем над этим вопросом конкретно. Одна продукция – это анализы ВИЧ-инфекции. Делает одна фирма, член нашего СРО. И вторая – это калий-едки, ну, щелочи, грубо говоря, химическая продукция. Пытаемся делать еще и в других, на других предприятиях. Но это очень трудное занятие убедить производителей, что давайте вот это вот сейчас вот потратим столько времени, да? И потом произойдет хорошо. Вот если была бы преференция, все производители в один голос говорят. Была бы такая преференция, мы бы все выполняли и даже не разговаривали. А сейчас, пожалуйста, попробуйте начать разговор с этим производителем смартфона. Не получится никакого. Он сразу спросит, так, какова ваша услуга, которую вы мне предоставите? В ответ. То есть СРО должно предоставить услугу. Не контроль и наказание. А услугу. И только тогда в СРО пойду. Евгений Иванович, давайте конкретизируем, что подразумевается под преференцией. Смысл, почему это не страхование в конструкции именно производственников. Что после того, как производитель разработает стандартно конкретный вид продукции, естественно, СРО в этом поможет и, безусловно, наверное, не безвозмездно, то после этого СРО дает гарантию перед потребителем своим компенсационным фондом. В каком случае? Если не просто потребителю, а хотят иметь преференции. То есть государство должно дать преференцию, что в случае размещения заказа по этой продукции на сайте госуслуг, например, госзакупок, то именно этой продукции будет дан зеленый свет. То есть ровно эту продукцию будут покупать, а не ту, которая не сертифицирована, то есть которая не прошла вот эту процедуру СРО. Но в случае, если к этой продукции будут потом претензии, то СРО отвечает кондиционным фондом. То есть дается зеленый свет для госзакупок. Вот о чем речь. Поэтому страхование тут не сработает. Я правильно... Конкретного продукта? Конечно, конечно. Не члена СРО, а конкретного продукта. Вот если он не прошел этот механизм СРО, то никак ничего не... А все-таки можно именно вопрос какой? Вы говорите про оценщиков, изучили там, аудиторов, судя по презентации строителей, очень внимательно изучили. А вы изучили вот опыт ваших же коллег в Лифтовом Союзе, вот то, о чем говорилось. Потому что я вот на это акцентировал внимание. Там производственная сфера. Там нет преференции той, о которой вы говорите. Там нет вот этой конструкции. Тем не менее, живет саморегулирование. Вот вы эту сферу изучили, как именно производственная... Руководитель саморегулируемой организации Лифтовиков. Никандров. Никандров, правильно? Никандров. Значит, он у нас член рабочей группы. И что сказал Никандров? И говорит, и можете, пожалуйста, наберите телефон, спросите, его сегодня нет. Значит, вы можете спросить. Никандров сказал. Если будет такая преференция, все лифтовики добросовестные, так сказать, будут в СРО и будут работать. Не будет. Мы СРО закроем. Вот он, собственно говоря, ждет вашего решения. Не будет оказана, так сказать, какая-то поддержка. СРО лифтовиков закроется в ближайшее время. И не только. Можно? Ну, давайте услышим позицию представителей Национального лифтового союза на эту тему. Смотрите, Евгений Иванович, мы с Никандровым обязательно переговорим. Может быть, у него не все в порядке в руководстве, как руководителя со своим СРО. Может быть. Но какие преференции? Вот смотрите, я вам уже рассказывал, что порядка 30 производителей лифтов было у нас 5 лет назад. Потом вот с этим государственным контролем, переброски и так далее, их появилось там около 200 с лишним производителей. И, естественно, члены саморегулированной организации, которые у нас их две сейчас есть, и третья создалась, но не член Национального лифтового союза лифтовиков. Они так и держатся кучей и кучей сами друг с другом, но у Никандрова направленность деятельности импорта, то есть основной у них член это Могилевский завод и же с ними филиалы. А Российское лифтовое объединение – это основные заводы чисто российские, которые сейчас приняли решение на своем комитете и в Минпромторг подали и там утвердили, что локализация должна быть 65% в этом году, 75% в следующем году и 85% в 2017 году. Вот, понятно, да? Поэтому, нет, это не обязательно ССРО, это Минпромторг в стратегию развития импортозамещения включил именно ту позицию профессионального сообщества СРО в производителях лифтовиков. И таможенный союз принял решение, что лифты до 2 метров в секунду облагаются налогом, который поставляется сюда свыше 2 метров в секунду, потому что наши заводы не могут производить такие лифты, они от налога освобождены. Вот это тоже преференции определенные, и это сделали СРО. Поэтому, дальше, судебно-правовая практика, которая копится в СРО по проверкам, по защите от казнократов и так далее, и так далее. Ни одно предприятие такого не имеет, как имеет СРО. Пусть, может быть, у Олега Владимировича это нет, но в Российском лифтовом объединении это точно есть. И есть в Национальном лифтовом союзе, и так далее. То есть, если вот эти вот стандарты, вы говорите стандарты, СРО не может написать. Я вот 5-6 лет, вот я председатель комитета, подождите, не-не-не, было там. Что это, Евгений Иванович сказал, что это будет конфликт, или как-то немножко по-другому он выразился. Вот мы разрабатывали, вот Олег Леонидович здесь, вот член комитета активный, у нас наилучшие стандарты. Я уже здесь докладывал, что ТЮФ, Редланд, да. Вот, а это техрегулирование... Коллеги, давайте будем уважать друг друга, не перебиваясь, Николай Степанов. Техрегулирование и обеспечение безопасности, это основа и есть СРО. Которое каждое предприятие очень трудно добивается этого. А СРО помогает, потому что централизация... Я сейчас проводил мероприятия по импортозамещению, по просьбе губернатора Калининградской области. Туда приехало 30 предприятий различных, не лифтовиков, лифтовиков там было 5, наверное, всего организаций. Все остальные были в различных направлениях, отчет можете посмотреть. Так люди просто вот сидели и друг друга слушали, потому что делились опытом, кто, как и где встречает препоны, и как он из этого выходит, и как он на рынке продвигается, и все остальное. Это была интереснейшая дискуссия, мы сейчас будем ее продолжать. Мы, кстати, вас тоже приглашали. Замечательно. Калининград? Да, мы приглашение отправляли. И вот это СРО позволяет вот это аккумулировать и защищать конкретно каждого члена. В Ленинграде было несколько СРО, кроме ваших. Можно я скажу? Промышленных СРО или только по лифтам? Да, предприятия. Предприятия, понятно. Значит, конкретно. Вопросы. Можно я отвечу по лифтовикам? Значит, что говорит Никандров? Сейчас нам с вами, как вот жильцам, которые ездят на лифтах, угрожают не импортные эти самые лифты, и даже не китайские. Нам угрожают лифты, которые собираются в гаражах, в сараях. Там нет накладных расходов, там нету ни помещений, там нету никаких стандартов, там нет никакой сертификации и так далее. Выходят на торги, поскольку у них ничего, никаких расходов нет, они начинают из комплектующих, купленных в Китае, здесь все собирают в гараже и продают гораздо дешевле. И, соответственно, выиграют на конкурсах. Правда, потом эти лифты, как говорит Никандров, недолго ходят. Да, я вам говорю, что говорил Никандров. Это первое. На самом деле, мы можем здесь без Никандрова обойтись. Вот, пожалуйста, у нас есть спецавтопром, там ровно примерно такая же проблема, где средства начинают в сараях и в гаражах, так сказать, продавать транспортные, специальные. Соответственно, никаких там стандартов, никаких там договоров, никаких там СРО нету и не существует. И самое главное, что они будут выигрывать конкурсы. Почему? Потому что они никаких расходов ни на что не несут. Цена у них, естественно, ниже. И давайте хлопать в ладоши. Конкуренция по цене. Еще какие вопросы будут? Еще, вот две секунды поясню насчет гаражей. Нет, можно насчет гаражей, потому что мы понимаем, что промышленность, промышленность, если делать все на коленке, то она дешевле. Промышленный продукт. Дешевле он. И он пролежает конкурсы. Вот и все. Хорошо. Уважаемые участники нашей дискуссии замечательной. Значит, она очень яркая такая, живая и так далее. Есть вариант какой? Так как вопросов очень много, я вижу просто желающих, да? Можно сначала обозначить вопросы, потом дать возможность ответить. Просто, а вы их запишите все-таки, все вопросы, которые вам зададут. Мы готовы. Готовы, да? Вот именно вопросы. А потом те, на которые не будут ответа, мы еще раз к ним вернемся. Но я думаю, что очень важно все-таки производственникам услышать те вопросы, которые зададут члены Совета. Именно вопросы, не комментарии, а вопросы. Возвращаясь к докладу, на мой взгляд, совершенно в докладе слабая позиция, мотивации, почему предприятия должны вступать в СРО. Вот я внимательно слушал, я не увидел этого. Затем, достаточно спорный такой тезис, что если предприятие сделало что-то за свои деньги, то оно обязательно должно рассчитывать на общественное признание того, что оно сделало. Такой тезис был. Он спорен, мало ли что можно сделать за свои деньги. Записали. Затем вопрос по стандартам, к сожалению, как бы слайды не перед глазами, вопрос по стандартам был. И вопрос, вот там вы коснулись, сказали, что допуск, который ныне выдается юридически ничтожный документ, но это не так. В общем, да, и еще, нет, это как вам сказали вы. Вопрос еще. Если вернуться даже к математике, то вот в докладе несколько противоречий есть. С одной стороны, вы говорите, что, вернее так, с одной стороны, вы против того, чтобы увеличивался взнос в компенсационный фонд с 3000 до 20, хотя суммы не такие большие. А с другой стороны, вы говорите, что СРО компенсационным фондом будет отвечать за какую-то продукцию. Какими такими суммами вы собираетесь отвечать? Да, пожалуйста, следующий вопрос. Любинский СРО, СРО Ярд. Вопрос такой. Является ли компенсационный фонд объединяющим началом для членов промышленной СРО, если производители, вот на примере вашей спортивной отрасли, мячей, которые являются экспертами в материалах, в клеях и так далее, сдали, допустим, 100 рублей, да, и производители насосов для этих мячей, являющиеся экспертами в области металла, сопромата, там, я не знаю, чего-то еще, смазок каких-то. Вот готовы ли вы отвечать своими 100 рублями за мои насосы, и готов ли я отвечать своими 100 рублями за ваши мячи, если мы в них ничего не понимаем? Пожалуйста, следующий вопрос, да, Елена. Еще вопрос. Я просто буквально две секунды приведу пример. Значит, ситуация следующая. Я всю жизнь занимался энергогенерацией. Значит, произошла ситуация, когда произошел форс-мажор затопления Загорской ГАЭС. Суммарный ущерб составил 30 миллиардов. Вот. В принципе, там были производители генераторов. Это был электросила и элаз. Как в этом случае мы будем действовать с компенсационным фондом? Не суть компенсационного фонда. Спасибо. Сейчас, сейчас. У меня просьба не комментировать. Просто вопрос задается, а потом это, да, пожалуйста. Вот по поводу, значит, какова функция СРО. Потому что 315-й говорит о том, что саморегулирование – это выработка стандартов и контроль за их исполнением. Вы говорите, да, выработка стандартов – это хорошо, это есть, а вот никакого контроля нет. То есть СРО должно оказать услугу. Вот вопрос, как это будет коррелировать. То есть мы говорим о том потребителю, что да, действительно, этот производитель хороший, мы видели его стандарт, но при этом никакого контроля нет. И еще такой момент, этот слайд не могла найти, там у вас прозвучало, что фонд не важен компенсационный, потому что нарушитель будет платить сам. Это вот к вашему вопросу вы говорите, как готовлю один за другого платить. Так вот у них в концепции не будет он платить. Будет некий компфонд, но он будет постоянен и он тратиться не будет, а нарушитель будет платить сам. И вот это вот вопрос, то есть в чем тогда смысл этого компфонда, если нарушитель платит сам, в чем функция СРО, потому что контроля никакого нет. Ну, как бы потребителю тоже непонятно, почему вдруг и какой будет механизм ответственности. Вот, значит, действительно было поручительство СРО, что этот заплатит. Как СРО может потом влиять на этого члена СРО, чтобы он заплатил потребителю в случае, если был нанесен ущерб. Если он не контролировал никаких отношений, как я понимаю, у них нет, кроме уплаты взносов в компфонд. И еще один вопрос по поводу стандарта. Все-таки, что такое стандарт продукта, более-менее вы пояснили, а вот что такое стандарт СРО, непонятно. Вот такие вопросы. Спасибо за вопросы. Следующий вопрос. Я присоединяюсь к вопросам по формированию и использованию компенсационного фонда. Вопрос крайне важный, потому что по вашей схеме получается некий коммунизм. Денег скинулись, но никто из них ничего не получит. При этом, как бы, основная ответственность, она моральная. Пусть человеку-производителю будет стыдно предприятию. Второй вопрос по, собственно говоря, схеме вот этой вот предоставления гарантии со стороны СРО. Получается по вашей презентации, что схема, по сути, повторяет систему добровольной сертификации. Поэтому вопрос заключается в следующем. Ну, вот как вот оно прозвучало, да? То есть производитель делает некую документацию, стандарт на свою оборону, те же самые технические условия вам предоставляет. Вы их как бы проверяете, да? И разрабатывает СРО на основании этих технических условий свой собственный некий стандарт, который уже является стандартом СРО. Правильно, да, было слышно? Вот. Получается, что в СРО должны быть как минимум специалисты из данной отрасли. Специалисты будут работать на возмездные, безвозмездные? Понятно. Это просто вопрос. Это просто вопрос. Второе, если, вот присоединяясь к вопросу о разноплановости производства различных товаров, каким образом вы планируете все это дело объединять? Действительно, как бы, планируется ли, что СРО в промышленности должны объединяться по отраслевым признакам или как-то иначе? То есть вот это должно как-то... Все, спасибо, вот вопрос. Спасибо, Дмитрий Петрович. Спасибо. Знаете, я вот тоже обратил внимание, что в вашей конструкции заложены не требования к члену СРО, как вы неоднократно упомянули, да, а к требованию качества продукции, которую он производит. Правильно? Вот на мой... Да, вот на мой взгляд, не знаю, поддержит меня или нет, это мое личное мнение, что СРО устанавливает единые требования именно к членам СРО и контролирует, как эти требования исполняются. Соответственно, вот если убрать в терминологии, которую вы употребляете, слово «саморегулированная организация», а использовать слово «союз», «альянс», «ассоциация», если заменить слово «компенсационный фонд», например, «гарантийный фонд» и оставить все то, что вы предлагаете, в этом есть здравое зерно. Но просто отойти от использования термина «саморегулирование», тогда все встает на свои места. Когда вы начинаете говорить о саморегулировании, возникает очень много конфликтов с теми устоявшимися понятиями, концепциями, позициями, которые заложены. То, что прозвучало, ну и как ремарка, уже не вопрос, да? То есть вопрос, почему вы стремитесь к саморегулированию? То есть вы можете все, что вы предлагаете, реализовать без 315-го закона, без использования саморегулирования, в принципе. Вопрос, почему вы это делаете? И ремарка, мне понравилось то, что вы, в принципе, достаточно изучили тему саморегулирования, и ваши предложения по поводу преференции к добровольным срокам, двумя руками за, по поводу репутационных составляющих, что не только компенсационный фонд, а репутация отвечает. Тоже всячески поддерживаю эти предложения. Но в целом, мне кажется, что вам стоит рассмотреть реализацию вашей парадигмы без использования саморегулирования. Спасибо за вопрос. Спасибо. Еще вопросы есть, коллеги? У меня тоже один вопрос. Вот эти 400 промышленных предприятий, которые объединились в саморегулированной организации, все-таки их мотивация к объединению, ожидание, когда вы все-таки вот эту идею продвинете в жизнь, или все-таки, как у лифтовиков, там есть и другие мотивации, другие, в общем, преференции, которые они видят в этом объединении, да? Какие-то сервисы. Вам сейчас ответить? Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы вы отвечали вот на те вопросы, которые были заданы, но в той последовательности, как со счете нужно. Но на самом деле, я думаю, что на все вы их не ответите, но мне кажется, что было бы полезно их услышать. И в дальнейшем их как-то вот трансформировать. Но я думаю, что у вас вот возможность ответить на те вопросы, которые вы услышали. Спасибо. Спасибо за вопросы всем задавшим. Мы, естественно, обработаем эти вопросы и разошлем ответственность. А сейчас я бы хотел... Ну, прямо сейчас, прямо побежали. А сейчас я хотел бы сделать еще небольшое выступление. Коллеги, мы с вами собираемся здесь не для удовлетворения каких-либо амбиций. Вот я выступил на форуме, вот я такой крутой, там у меня все хорошо, здорово. Как мне кажется, мы на площадке торгово-промышленной палаты пытаемся в меру своих сил и возможностей сделать институт СРО в нашей стране жизнеспособным, эффективным средством для развития нашего государства, частного государственного партнерства. Об этом писал Путин, поручение правительства по вопросам СРО. Сейчас много говорится об импортозамещении. Это одна из основных задач. В Минпромторге создана рабочая группа по импортозамещению, но никакое импортозамещение невозможно без повышения качества продукции. Промышленные отраслевые СРО, на наш взгляд, призваны решить данную задачу. Сегодня отрасль называется группа схожих видов хозяйственной деятельности, объединяющие предприятия, выпускающие схожую продукцию, например, химреактивы, автомобили, танки, лекарства, сельскохозмашины, станки, обувь, одежду, зерно. Существует несколько десятков отраслей, определяющих экономическую безопасность государства и качество жизни населения. Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, газовая, угольная, мукомольно-крупяная, комбикормовая, медицинская, оборонная и другие. После принятия ФЗ-315 о саморегулируемых организациях в России было проведено, ну, по нашим подсчетам, больше ста форумов, круглых столов, конференций, симпозиумов, семинаров, секций по вопросам саморегулирования. Они проводились в ТПП, РСПП, Деловой России и другими сообществами. Основной контингент докладчиков и слушателей, кроме строителей, составляли профессии уважаемые, но крайне далекие от промышленных производств. Аудиторы, управляющие, брокеры, дилеры, бухгалтеры, медиаторы, нотариусы, оценщики, риэлторы, пожарные, эксперты, туроператоры и так далее. Всего около 50. Я повторюсь, профессии уважаемые. И ни одной из сферы материальных ценностей, машиностроительной, электронной, авиационной, оборонной, текстильной, всех тех, которые создают экономику государства, а не только ее обслуживают. Аналогичным образом формировались президиумы пленарных выступлений, где не нашлось места ни одному представителю в области промышленной политики государства. Ни на одном из этих собраний не поднимался вопрос о саморегулировании в промышленности. Такое впечатление, что все эти организации считают, что СРО в промышленности – это нонсенс. На самом деле ФЗ-315 писался в том числе для повышения уровня промышленного производства в нашей стране, в числе прочего. Против нашей страны ведется экономическая война. СРО в мнении последний боец, важной в экономике России должна стать роль отраслевых саморегулируемых организаций, устанавливающих правила игры на рынке, свободу предпринимательству, производителю, социальную и экономическую безопасность государства. Рабочая группа ТПП, СРО в промышленности не является истиной в последней инстанции. Мы точно так же, как вы, работаем, пытаемся что-то сделать, но мы не истинно в последней инстанции. Но зная то, что ни на одном, еще раз, ни на одной конференции, семинаре, прочее, прочее, не было темы СРО в промышленности, я считаю, вернее, рабочая группа СРО в промышленности, считает, что это совершенно недопустимо. Хотя некоторые считают, что это не так. Да не надо нам СРО в промышленности. И не надо об этом говорить. Упаси Господь. Что-то не то скажут, я так думаю. Наша задача не выпить от себя. Наша задача вовлечь в процесс обсуждения как можно больше количества специалистов-экспертов для выработки направления развития СРО в промышленности. Если кто-то предложит какую-то модель, которая будет действительно интереснее, чем то, предлагаем мы, да мы двумя руками за это. Мы его на руках будем носить, этого человека, который эту модель предложит. Поэтому не надо из нас делать, как бы это сказать по-русски, нехороших людей. Если вы считаете, что это не надо, то нам не о чем разговаривать. Тогда надо переименовать ТПП в торговую палату. Убрать слово промышленность и вперед с песнями. Спасибо за внимание. Можно, Алексей? Я просто думал, когда пришел сюда, вот думал над этими вопросами. И я вот даже перед тем, как это придумал. Значит, вот смотрите, буквально две секунды, две минуты, поверьте, значит, как развивалось человечество. Сначала охрократия, потом монократия, потом сейчас деморатия. Вот сейчас, когда мы создавали эти саморегулирования, и самое главное, вот сейчас, вот действительно, наконец-то, я полностью согласен Николай Степановичем, мы наконец-то переходим на уровень, который действительно развитие человечества, который называется технократия. Так вот, саморегулирование в промышленности, это первый шаг к технократии. То есть, когда мы формируем мнение специалистов, ведь поймите, когда, я помню, вот даже по строительной отрасли, был Минсельхострой, Миннефтегазстрой, Минэнергострой, и так далее, и так далее. То есть, 11 министерств было, только по строительству, по промышленности, сколько было министерств. И мы, смотрите, и законодательная, и нормативно-правовая деятельность лежала на профессионалах. Сейчас у нас есть Минстрой, в котором, ну, я не буду характеризовать квалификационный состав, но я хочу сказать, что невозможно одним министерством решать проблемы многоотраслевой и многопрофессиональной экономики государства. Поэтому, раз, ну, решили так, поэтому я считаю, что саморегулирование в промышленности, это первый шаг к технократии. Я считаю, что ее нужно развивать, именно развивать в том направлении, формирование нормативно-правовой базы реализации конкретных отраслевых и подотраслевых форм и правил деятельности. И, может быть, там мы и включим, конечно, я понимаю, что сейчас сразу писать, отвечать за все, например, по кабельной промышленности, где там полтора миллиона номенклатуры по двигателям, которые я знаю, как бывший секретарь коллегии Министерства технического и первого строения. Это там еще было порядка, там, так сказать, порядка полутора тысяч различных видов двигателей и так далее. Нельзя говорить по конкретному, здесь я немножко не согласен, что мы отвечать должны за качество каждого типа продукции, за мяч, штангу и прочее. Нет, мы должны осуществлять за процесс формирования условий производства и качества производства, именно производства, а не видов продукции. Ну вот, это как раз концепция еще одна. Давайте, разлагайте, рассказывайте, мы с вами будем говорить. Ну, позвольте пару примеров. Можно я скажу, мы раздали вам журнал, это Ваковский журнал, композиция рабочей группы саморегулированных промышленностей, изложена в виде статьи. Пожалуйста, обратите внимание в тот журнал, который мы выдали. Там более, так сказать, спокойной обстановки, можете его почитать и ознакомиться. Быть может, вам будет пояснее. 17 вопросов задали, мы готовы ответить, скажите, как? Позвольте сначала пару ремарок на выступление Николая Степановича. Первое, я думаю, что та конструкция, которая вам предложена и которая стала понятна, в общем-то, с первого же вашего выступления, еще там, после того, как вы вошли на эту площадку, она, как бизнес-конструкция, крайне интересна кому бы то ни было. Ну, почему бы и нет, если ты сделаешь определенное требование и твои продукции или твои услуги, зеленый свет, не надо там конкурировать с демпендерами и так далее, ну, супер, классная вещь. Совершенно правильный вопрос, который был задан, какое отношение это имеет к саморегулированию, вот на этот вопрос хотелось бы все-таки получить ответ, это первое. Второе. Когда мы с Николаем Степановичем обсуждали, что полтора часа или до полутора часов на этой площадке будет обсуждаться этот вопрос, будет обсуждаться все, что угодно, кроме этой конструкции. Такая была договоренность. Сейчас, сейчас. Именно такая была договоренность, именно такое было мое предложение. Я задал вопрос, Николай Степанович сказал, что очень долгое время мы уже в саморегулировании, я говорю, так как нет преференции, видимо, вас что-то еще удерживает, есть положительный опыт и так далее. Хотелось бы услышать именно об этом опыте. Когда мы говорим о группе саморегулирования в промышленности, мы все-таки подразумевали конструкции такие, как, например, у лифтовиков, и я тоже просил обратить внимание на то, как устроено саморегулирование там, и обсудить именно эту тему, почему там оно работает. Третье. Ну, безусловно, на этой площадке, на площадке торгово-промышленной палаты Совета ТПП такое внимание, как производственная тема и такое внимание, сколько уделяется вам, не уделяется никакой затраслей. Никому полтора часа половину Совета ни промышленным, ни строителям, ни аудиторам, ни риелторам уделено не было. То есть мы достаточно много слушаем тему производственную на этой площадке. Это безусловно. Ну и безусловно переименовывать торгово-промышленную палату в торговую только потому, что в сфере производства Совет по саморегулированию не видит вот саморегулирование в промышленности в том виде, как видите его вы, ну, наверное, не очень правильно. Ну, а дальше все-таки так как вам удобно, вы ответьте на те вопросы, которые задали, может быть, саккумулировав их и так далее. Потому что и от ответа на эти вопросы будет зависеть все-таки ключевой вопрос, с которого мы начали. Будет секция по саморегулированию на третьей конференции практически саморегулирования или все-таки Совет примет решение о нецелесообразности отдельной секции и, как и было предложено Оргкомитетом, будет предложен вариант отдельных докладов различных секций. Поэтому подумайте, как вам ответить на эти вопросы, которые были заданы. Ну, прежде всего, наверное, какое отношение имеет к саморегулированию вот эта конструкция. Наверное, так. Спасибо. Когда и в какой форме? Прямо сейчас, но пока Константина Николаевича нет, ответы на эти вопросы вот сейчас, так, чтобы участники услышали что-то и приняли решение о целесообразности проведения отдельной секции саморегулирования в промышленности. Одну секундочку. Мы нет, я не буду отвечать. Мы говорим вам об одном, вы нам говорите о другом. Мы не против обсуждать все, мы готовы ответить на эти вопросы, но вы меня не услышали. Да, только в ТПП есть рабочая группа по промышленности. промышленности. Только. Да, это так. Но мы можем спокойно встать и уйти и на здоровье, если вы не хотите, чтобы она была. я понимаю, что вы под саморегулированием в промышленности видите только ту конструкцию, которую вы озвучили. Либо, либо любую иную, но которая была бы более привлекательна, чем эта. Нет, мы видим любую, вообще любую конструкцию и готовы любую, в скобках прописью, любую конструкцию обсуждать. Любую. понимаете, но мы их не слышим. И мы вот на протяжении последних нескольких лет не видим даже людей, которые хотели бы что-то делать. Хотели, я не говорю делали. Понимаете, их нет. Вы говорите, что вы нас пустили. Да, вы нас пустили. Большое спасибо вам за это. Большое спасибо. Мы очень благодарны вам за это. Да, но нет этого. Понимаете, мы не можем оставить промышленность. Давайте действительно плюнем на нее, на эту промышленность. Что там с ней возиться-то? Нас как она нужна? Одни хлопоты. Вместо того, чтобы этим вопросом заниматься, вы же понимаете, что стране это надо. Скажите, никому не надо, а стране надо. Не знаю, что такое страна, если 70 тысячам промышленных предприятий не надо. Можно предложение конкретно? Ну, поскольку отвечать на вопросы отказываются, хотя они, собственно, из презентации действуют, и вот отношение к саморегулированию конструкции, которые вы предлагаете, тоже вы отказываетесь отвечать на вопросы. Но, исходя из того, что вы рассказывали, получается, что все секции, которые заявлены на конференции, они очень подходят для того, чтобы вы могли на каждой из этих секций, я предлагаю дать возможность на каждой из секций предоставить доклад промышленникам, представить свою позицию, как это должно выглядеть в промышленности. У нас концепция стратегии развития саморегулирования в России, секция большая. Пожалуйста, промышленники выступите и выступите со своей концепцией, что надо поменять. Вторая секция, необходимость создания сервисов и преимущества для членов. Вы тоже можете на этой секции выступать. Стандарты и правила профессиональной предпринимательской деятельности. Пожалуйста, мы выступаем и говорим о том, что здесь стандарт, он другой, не такой, как вы уже вот отработали, у вас есть в секциях. Следующий стандарт. Роль третейских судов саморегулирования. Не знаю, рассматривали вы этот вопрос, у меня был вопрос о том, как вы заставите его платить, но я не услышала ответа. И следующая секция, информационная открытость СРО. Я думаю, тоже это для вашего концепта, это тоже очень актуальный вопрос. И мне кажется, если вы будете в каждой секции выступать с докладом с отдельным, ярким, неоднозначным, то есть, может быть, для восприятия как бы новое такое будет, это будет очень хорошо и для развития вашей концепции, и для того, чтобы найти как можно больше людей, которые заинтересуются этой проблемой, потому что на отдельную секцию могут прийти какие-то конкретные люди, а здесь у вас аудитория больше. Поэтому мы предлагаем в каждой секции дать вам доклады сделать. То есть, вы считаете, что вопросы стандартовых правил это риэлторы оценщики, вас это не интересует, концепция стратегии развития саморегулирования в России. Тоже это не про вас, это опять будут риэлторы делать, да? Дергиваете. Да как же, ну у нас, ну согласитесь, все вопросы, посмотрите, все вас касаются. А вы говорите, нет, мы не будем вот здесь, рядом за этим столом сидеть. У нас свое отдельное, ну так, нельзя, но вы же пришли в совет. Мы уже были на более чем на 100 конференциях, еще раз повторяю, выступали на этих рабочих группах. Но, если учесть, что там 95% людей, которые занимаются совсем не производством, то нам с ними достаточно сложно говорить, и они нас не слушают. у вас заранее есть возможность анонсировать свои доклады и позицию по каждой секции, вы соберете аудиторию большую. Почему вы считаете, что вы соберете аудиторию, только если это будет отдельная секция? Вот это понять не могу. Потому что там будут люди, которые имеют отношение к промышленности, еще раз повторю. придут на стратегию развития саморегулирования люди, которые имеют отношение к промышленности и заранее на сайте будет анонсирован ваш доклад там. Почему они не придут туда? Потому что придут другие. Николай Степанович, правильно я услышал, что на самом деле вы видите, что все, что до сих пор было в саморегулировании, вот у строителей, там не знаю, оценщиков, риэлторов, аудиторов и так далее, это все псевдо-саморегулирование, вот настоящее саморегулирование это саморегулирование продукта. Или для производственников это саморегулирование продукта, а для всех остальных саморегулирование продукта. Мы говорим, что это просто разные вещи. Они, как мы, Я сразу сказал, уважаемые профессии, говорил я это, и совершенно нормальное саморегулирование и у риэлторов, и у прочих-прочих. Услуги требуют саморегулирования, это однозначно. Ну, ненормальное саморегулирование, там, поверьте, вы говорите, там масса проблем. Естественно, там масса проблем, вы их обсуждаете, вы их обсуждаете, но проблемы промышленного СРО, кроме как вот здесь, и мы видим, какое отношение к ним даже здесь, ответит на вопросы. То есть Евгений Иванович все-таки решил ответить на вопросы, да? Если возможно, вот то, что Дмитрий Леонидович задавал вопрос, они, на мой взгляд, такие аккумулирующие. Вы сформулируете, вот в чем будет саморегулирование вашей конструкции, потому что я говорил о том, что существующие концепции саморегулирования во всех отраслях, в которых промышленности сейчас отсутствуют, да, там является создание, формирование единых требований к членам СРО и контроль за их выполнением. В вашей конструкции у вас не требование к члену СРО, а требование к качеству производимой продукции, что идет в разрез. Поэтому я говорил о том, что если убрать слово СРО в промышленности, сделать ассоциацию, если убрать термин компенсационный фонд, а сделать термин гарантийный фонд, то ваша конструкция имеет право на жизнь. Вопрос поняли. Не нужно вносить изменения в 315. Хорошо, все понятно. Ага, спасибо. Вспомнили. Ну, давайте начнем, скажем, всякий процесс, когда планируется, да, то всегда идут от конца, что мы должны получить в итоге. В итоге от саморегулирования в нашем понимании, в промышлении, мы должны обеспечить точное соответствие качества декларированного производителям качества продукции. предоставленное потребителям. Вот конечный итог. А не вовсе того, какие собрания там происходили, какие там правления, кто кого чего наказывал, сказать. Это первое. Да. Вот это не... Соответственно, сказать, если идти оттуда назад, то тогда и понятно, что, собственно говоря, предметом взаимоотношений между производителем и потребителем является продукт. И больше никакого предмета нет. Соответственно, и мы предложили формулировки саморегулирования. Это регулирование отношений производителя, ну, я, короче говоря, не так, как там производителя, с потребителем. И все. Сразу отвечаю, кто главный контролер в этом деле? Не Минэкономики, не Ростанстандарт. Главный контролер – потребитель. Потребитель должен получить в этом механизме инструмент контроля. Для этого, для того, чтобы контролировать, он должен знать. Типа, хочу все знать. Так. Вы поручаетесь? На основании какого документа? Каким документом? И откуда возьмете какие деньги? Вот и все. На эти вопросы надо ответить. И тогда все становится понятно. Совершенно... А вот ту концепцию, которую вы сказали первую, да, сказать, контроль деятельности. Ну, контролируйте деятельность. Потребитель здесь ни при чем. Сколько хотите. Сколько там собраний. Делайте информационную открытость. Кто голосовал по какому пункту. Да потребителю это не нужно. Ему нужно, чтобы качества, которые декларировал производитель, соответствовали и не происходило мошенничество. То бишь обман потребителя. Для того, чтобы это не происходило, надо создать назад. Откатываете и весь инструмент. И вы придете назад, когда будете идти, вы пойдете от бумаги, в которой сообщается это поручительство. Это поручительство создано на основании договора. Договор создано на основании стандарта Саморегулируемая организация, стандарт саморегулируемой организации, созданный на основании стандарта организации. Все. Смотрите, когда в классической концепции в СРО объединяются организации, которые договариваются между собой играть по одним правилам. Ваши конструкции, конкретные предприятия договариваются с вашей, условно я пока буду употреблять термин ассоциации, что они гарантируют качество продукции, причем не все, а какой-то отдельный, который они выпускают. Друг про друга эти предприятия вообще ничего не знают, никаким образом друг с другом они не связаны. Они просто обращаются за неким знаком качества с финансовым обеспечением. Правильно? Но при чем саморегулирование? Саморегулирование, когда группы организаций собрались и сказали, мы будем саморегулировать себя, мы договариваемся об общих правилах игры. У вас я общих правил не вижу. Можно я еще немножко... Общими правилами у нас правила есть, только эти общие правила заточены по отношению к продукту. Понимаете? Общее это правило я еще раз излагаю. Это все, независимо от того, делают они мячи или делают они там вороток, они договариваются, что они все создают стандарты организации, то есть публично объявляют свое качество. Причем я хочу сказать, что ворота футбольные могут делать 10 предприятий. И эти 10 предприятий могут находиться в одном СРО. И они будут делать 10 разных ворот, совершенно разного качества. И это будет 10 разных стандартов. Это 10 разных уровней, которые объявляют. И если какое-то предприятие объявило, что у меня уровень номер 5, то оно должно доказать, что оно уровень номер 5. Оно должно доказать, что у меня 3 звезды. Понимаете, да? Так вот, стандарт организации это не планка, которую должны перепрыгнуть все. Стандарт организации это рекорд, который достиг каждый. И каждый должен публично описать этот рекорд и финансово гарантировать с помощью компенсационного фонда, что этот рекорд будет реализован не на экспериментальном, испытательном, первым образцам, на которые выдается сертификат. А все серийные будут такие же. Вот и все. Вы этого не понимаете, потому что вы не промышленники. Вот как только вы станете промышленникой, вы поймете, что автомобили все разные. И они все правильные, самое характерное. Потому что есть разные рынки, разные сегменты, разные потребители. И каждый потребитель выбирает себе тот набор характеристик, который ему нужно. Но он никак не согласится с тем, что автомобиль, так сказать, Рено запишет у себя качество Мерседеса. Никак. Он просто этому не поверит. Вот смотрите, сама конструкция, которую вы предлагаете, она никаких возражений не вызывает. Она правильная. Очень хорошо. Да. Но она входит в разрез с основывалгающими признанными принципами саморегулирования, которые все понимают одинаково. Но вы их понимаете. Не все, а ваша сфера понимает так. Я с вами согласен. Мы понимаем по-другому. Мы, кстати, говорили. Давайте сделаем другой закон. Саморегулирование для промышленности. Ну давайте. Ну об этом вы скажите. Скажите, что вот те проблемы, которые есть у риэлторов, оценщиков и так далее, это одна группа проблем. А есть другая группа проблем. Давайте напишем другой закон. Или напишем какие-то особые статьи в этом законе. Ради бога, давайте. Мы не против. Регулируйте деятельность сколько хотите. Но деятельность промышленного предприятия никто не сможет зарегулировать. Там, знаете, сколько надо специалистов. И стандартизировать никто не может. Почему? Потому что я выиграю на рынке лишь только потому, что я действую нестандартно. Не, ну хорошо. Зачем тогда вот саморегулировать? Почему вы зацепились за само слово саморегулирование, если вы не вписываетесь в саму концепцию? Нет, минуточку. Это вы не вписываетесь, а мы вписываемся. Нет, нет, нет. Коллеги, коллеги, можно мне сказать. Дело в том, что вот сейчас, поверьте, вот я, коллеги, я не случайно обращаюсь к вам, коллеги. Дело в том, что вы немножко неправы. Неправы в том, что мы, так сказать, не это. Но у нас вот в строительстве, мы тоже, когда происходит некоторая позиция, у нас контрольные органы, приезжая на предприятия, они смотрят все, вплоть до наличия базы СНИПов, которые и требования к осуществлению процесса строительства и получения продукта конечного строительного объекта. Мы это смотрим, мы это проверяем. Но мы не говорим о том, что если вот это предприятие, извините, там использует новые там стальные конструкции, новые теплоизолирующие элементы и прочие, 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 то оно имеет преференции, и мы их об этом нет. Мы говорим, что, коллеги, у нас главное в нашей проверке и в нашем саморегулировании, это выполнение именно как раз отношений газ потребителям, выполнение тех требований, которые мы, что у вас должен быть необходимый квал-состав, мы первое, что проверяем, необходимая нормативная правовая база, типовая, не какой-то там, например, если, например, мы приехали к ним, они говорят, а вы знаете, а мы сейчас новые вот поставили эти и 12-этажное здание мы будем делать на легких стальных конструкциях. Мы говорим, нет, ребята, мы в это не лезем, но если рухнет, вы будете отвечать. Вот вы давайте утвердите в техкомитете вот эти вещи, и тогда, пожалуйста, не вопрос. Но говорить о том, что вот они какие хорошие, потому что они взяли новую инновацию, нет, ребята, мы саморегулируем то, что есть мы, есть требования, что у вас должно быть то, что есть в техкомитете, прошло. Вот у нас даже есть такие проблемы, которые мы сейчас пытаемся решать. Первая проблема – делаем СТО, СТО, которые, так сказать, разработаны Национальным объединением строителей, Национальным объединением проектировщиков. И что нам говорит техкомитет? Он говорит, ребята, вот вы можете общим собранием это утвердить, но не дай бог у вас это произойдет, и если это не утверждено техкомитетом, соответственно, то вы будете отвечать. Поэтому вы будете комиссионным фондом и прочее отвечать. Поэтому не нужно путать вопросы профессионального уровня, инноваций и прочее, с тем стандартом, который мы саморегулированно заражили по квалификации, по соответствии с НИПом и стандартным СТО. Понятно. Я скажу так, есть стандарт. Если вы хотите выше планку поставить, вы делаете стандарт своей организации. Если вы, вам достаточно планка стандарта национального, ГОСТ-Р, например, в нашем случае, то вы говорите, что вы выполняете стандарт ГОСТ-Р, и все эти данные у вас есть. И совсем не важно, что к этому стандарту прикрепится один производитель или десять. К нему тоже можно спокойно прикрепиться. Это вот по инновациям. Никаких инноваций здесь не надо. Спокойно прикрепляйтесь к стандартам и вперед. Теперь на ваш вопрос-ответ. Зачем нужно СРО нам? Мы читаем законы. Любая некоммерческая организация, ассоциация, союз, некоммерческое объединение и так далее, У нас в спортивной отрасли началось все с ассоциаций, ассоциация спортивного инжиниринга. Мы разрабатывали стандарты, посылали нас далеко и надолго, спокойно не суетясь. Была такая министра образования Москвы Кезина, она говорила, «Да что вы мне тут говорите, я знаю, что мне надо!» И спокойно закупала у югославов за определенные деньги спортивную продукцию, оборудование, инвентарь. Стоило это в 20 раз дороже, чем наше, но это не важно. И когда мы их заставили, а это именно заставили в конкурсе включить свои стандарты, ассоциации, это нам столько стоило. Но зато, когда стало СРО, то эти стандарты пошли на ура. Вот в чем разница. Разница в законе. Некоммерческая организация, ассоциация не имеет никаких, в скобках, никаких шансов на успех. СРО имеет некоторые шансы. Я не говорю, что они там, бог знает какие, но оно имеет эти шансы. Вот почему мы хотим СРО и не хотим ассоциации. Хотя ассоциация спортивного инжиниринга работает до сих пор. Я ответил на ваш вопрос? Я добавлю по поводу... Теперь все ясно стало. Спасибо. Я добавлю по поводу, вот вы сказали, по поводу того, что у нас в строительстве там все правильно. Только к вам вступает СРО недобровольно. А вот уберите эту обязательность, и вам все ваши члены скажут, слушайте, за то, что вы меня будете контролировать, закладывать и наказывать, я еще должен платить взносы. Наши производители говорят, ну это же мазохизм. Значит, мало того, из бюджета берутся деньги на весь этот контроль обязательных государственных требований. Вы говорите про требования государственных надзорных органов. Вы на самом деле, как СРО, выполняете функцию надзорного органа. Но только за странные деньги, за деньги наказуемого. А вот у нас, поскольку мы добровольные, то нам в СРО говорят, вы что, вы в своем уме, чтобы мы вам платили взнос, компенсацию, а вы еще нас будете контролировать? Да нет, дорогие, отвечают директоры. Вы нам, пожалуйста, покажите услугу, которую вы нам окажете. Евгений Иванович, я думаю, что время уже наше истекло. Единственное пожелание какое? Посмотрите все остальные сферы добровольного саморегулирования и профессиональных объединений. Где нет обязаловки. И вот весь свой текст, который вы только что сказали, примените к ним. Почему в добровольных сферах все-таки есть и профессиональные объединения, и саморегулируемые организации? В добровольных сферах. Вам для информации в новой редакции закона, там уже не 25 тысяч, а в добровольных сферах 6 тысяч. Компенсационный фонд. Это просто для информации. Коллеги, я предлагаю переходить дальше. Последний ответ на этот вопрос. Естественно, посмотреть. Посмотреть, как по услугам это делается. Мы это смотрели. Нам надо, как у промышленников. Мы промышленники, понимаете? И не видим мы пока ничего из того, из услуг, чтобы мы хотели взять для себя. Мы не видим. Может быть, кто-то увидит. Может, на конференцию придет человек и скажет, вот так вот надо. Мы с удовольствием его выслушаем и примем к сведению, и будем с ним работать. Не задумываясь ни на секунду. Николай Сергеевич, я тоже не видел, пока не услышал доклад Национального лифтового союза. Посмотрите внимательно все-таки, как они работают, в том числе с производственной сферой. И вот те примеры, которые приводил уважаемый коллега, они как раз говорят о том, что есть основания для объединения, кроме такой супер бизнес-модели, которую вы рисуете. Алексей Владимирович, у них основание для объединения это госресурс. Неужели вы этого не понимаете? Неужели вы этого не понимаете, что у них госресурс? То, что было, министерство лифтовое, вот оно сейчас СРО лифтовое. Все. Аник Андров, генеральный директор саморегулированной организации лифтовиков, говорит, мы будем заканчиваться. Все. Вы говорите, что мы, почему мы их не смотрим? Смотрим, был, разговаривал. Резюме генерального директора, то есть исполнительного органа. Следующее, мы в ближайшее время будем закрываться ввиду бесполезности. Понятно, спасибо. Давайте перейдем к следующим вопросам. Значит, к сожалению, Константина Николаевича нет. Первый вопрос, который был, это обсуждение поправок, представленных в Минэкономразвитии к 315-му федеральному закону. Ну, был размещен законопроект, направленный в различные министерства. Его разместил НОС-строй. Им был направлен законопроект Минстроем, насколько я понимаю. И тем самым, в общем-то, в открытый доступ попал вот этот замечательный законопроект. Там много интересных новелл, но в рамках этого вопроса хотел рассказать о следующем. Константин Николаевич встречался с Сергеем Николаевичем Катыриным по вообще позиции Совета Торгово-промышленной палаты. И он высказал мнение, что необходимо подготовить именно позицию Торгово-промышленной палаты от него как руководителя о том, с чем мы принципиально не согласны в этом законопроекте. Что туда необходимо все-таки добавить, то, о чем мы много раз говорили, но не попало в законопроект. И что оттуда необходимо изъять, потому что оно принципиально направлено не на развитие саморегулирования. Была подготовлена пояснительная записка. Там было буквально пять пунктов, насколько я помню. Такие пункты, как то, что компенсационный фонд не является системообразующим элементом саморегулирования. Как я услышал с производственниками, с промышленниками, тут есть полное понимание, что компенсационный фонд и без него на самом деле может существовать саморегулирование в промышленности. Или его размер, в общем-то, не влияет. Мы неоднократно говорили от Совета торгово-промышленной палаты на конференции о том, что мы считаем, что необходимо, чтобы в законе была прописана множественность таких инструментов имущественной ответственности. Что имущественная ответственность, безусловно, необходима для саморегулирования. Но таких инструментов может быть много, в том числе и страхование. И саморегулированные организации должны иметь право, возможность выбирать этот инструмент. И говорили, что хотя бы в добровольной сфере необходимо такую возможность дать саморегулированным организациям, чтобы они выбирали инструмент имущественной ответственности. Чтобы хотя бы можно было посмотреть и сравнить, какой инструмент более действенный, более эффективный. К сожалению, в законопроекте комиссионный фонд единственный инструмент имущественной ответственности. Точнее, он основной. А после этого говорится о том, ну, хотите, конечно, можете еще и страховать. Вот такая конструкция прописана в последней редакции. Кроме того, от Совета мы говорили о том, что недопустимо на сегодняшнем этапе развития говорить о солидарной имущественной ответственности. Под солидарной ответственностью подразумевается, что потребитель может предъявить взыскание за нанесенный ущерб не члену СРО, а сразу же СРО Комиссионному фонду СРО. Мы говорили о том, что необходима все-таки субсидиарная ответственность. То есть должна быть поступенчатость. То есть сначала взыскание предъявляется члену СРО, после чего, если недостаточно страховки, которая застрахована членом СРО, то в этом случае уже переход к комиссионному фонду. То есть мы считаем, что субсидиарная ответственность позволит сохранить этот институт и ему развиваться. На данной стадии развития инструмент солидарной ответственности приведет просто к схлопыванию института саморегулирования. Потому что фактически добросовестные члены будут нести ответственность за недобросовестность. На данном этапе это недопустимо. Кроме того, говорилось о том, что в законопроекте избыточно прописаны функции дисциплинарной ответственности и контрольных функций. Там более шести страниц. То есть еще не опробированы на практике эти предложения и уже внесены с избыточной детализацией в законопроект. Мы обратили внимание на то, что сами эти положения были разработаны в рамках Совета ТПП в виде дисциплинарного кодекса. Но то, что разрабатывает само профессиональное сообщество для себя, недопустимо вносить в закон в полном объеме. Это в этой части. Более того, показали там достаточно чудные конструкции, когда, например, член СРО может выйти из СРО, когда проходит проверка, и 180 дней будет какой-то процесс. То есть в течение 180 дней он не может вступать в другой СРО. Вот какая конструкция прописана. Что происходит дальше? Законопроект не предусматривал. Продолжается в СРО проверка данного члена, когда он уже не является ее членом. Что происходит, если будет вынесено дисциплинарное взыскание в рамках данной проверки и так далее. То есть много таких странных конструкций прописано на этих страницах. Это, естественно, вопросы не рассматривались в дисциплинарном кодексе, который предлагал Совет ТПП. Также были вопросы с национальными объединениями. Обращалось внимание на то, что, несмотря на то, что национальное объединение всеми признан необходимый элемент системы саморегулирования, отсутствие этого инструмента, этого системообразующего элемента привело к многим проблемам, которые были в саморегулировании в различных отраслях, кроме производственников. Производственников неоднократно говорили, что национальное объединение не интересует. То саморегулирование, которое было и есть в других отраслях, очень многие проблемы были связаны как раз с отсутствием прописанного Института национальных объединений. И что такие национальные объединения необходимо создавать, но недопустимо, чтобы были созданы недобросовестные национальные объединения. Что для этого должны быть прописаны определенные инструменты. В том числе говорилось о том, что недопустимо вводить законодательные преференции для СРО с большим количеством членов. К сожалению, в законопроекте так и осталось. Вот этот второй ключ. При создании СРО в обязательной сфере добровольные этого ключа не этого убрали. То есть в добровольной сфере могут объединиться просто более 50% в СРО и создать национальное объединение. В сферах с обязательным членством два ключа, более 70% в СРО, объединяющих более 50% членов. Мы говорили о том, что это недопустимо, во-первых, потому что подтолкнет СРО к накачиванию членской базы, что вряд ли будет способствовать контролю за членами, контролю качества, содействию своим членам. То есть будет минимизация требований и, вот еще раз говорю, раздувание этой членской базы. Кроме того, в строительных СРО это, в общем-то, общепризнанно, что СРО с большим количеством членов как раз и воплощает в себе так называемый недобросовестный СРО, который как пылесосом скачивает этих членов по всей России, независимо от их принадлежности отраслевой и так далее. Кроме того, в общем-то, очень сложно понять, что такое член СРО. Например, в той же стройке есть очень крупные компании строительные, есть небольшие ООО, и, в общем-то, они равнозначны как члены СРО. Но говорить о том, что СРО, объединяющее много-много ООО, имеет дополнительные преференции по созданию этого нациообъединения относительно СРО, объединяющих крупные строительные компании, это неправильно. Там в оценочной отрасли оценочные услуги оказывают не оценщики, являющиеся сотрудниками компании, а компании могут иметь сотрудников разных СРО и так далее. Кто будет отслеживать вот эту членскую базу? То есть очень много вопросов, связанных с вот этим блоком, и более того, еще раз повторюсь, он направлен на создание не тех преференций, о которых мы говорим. Вот то, что я вспомнил, было перечислено и направлено вот это пояснительная записка Сергею Николаевичу. Это вот по этому вопросу. Какие-то вопросы есть по этим позициям? Это сложно сказать. В этом году, когда была одобрена концепция саморегулирования, концепция эффективности инструментов, механизмов саморегулирования, одобрена правительством 29 января, тогда Алексей Валентинович Улюкаев докладывал на правительстве, сказал, что к октябрю будет подготовлен законопроект, на что Дмитрий Анатольевич сказал, что так долго, на что Алексей Валентинович сказал, хорошо, к июню сделаем. В июне действительно законопроект был внесен, вот мы его до сих пор рассматриваем. К апрелю должна была быть утверждена концепция, она не утверждена до сих пор. Поэтому к чему придет, у кого будут какие мотивации, какие интересы, сложно сказать. Будет внесен этот законопроект в осеннюю сессию, или все-таки будет услышана позиция профессионального предпринимательского сообщества о недопустимости внесения законопроекта, по крайней мере, в такой редакции, сложно сказать. Но вот Константин Николаевич тоже был на совещании открытого правительства, у господина Абызова. Господин Абызов, в общем-то, поддержал позицию, что нужно, в общем-то, вдумчиво подойти к этому законопроекту и не принимать его в таком вот скорейшем порядке. Что будет, ну вот осенняя сессия началась, посмотрим. Алексей Валентинович, вопрос такой. А вот я просто присутствовал там у Шофина тоже на обсуждении вот этих позиций. Нужно, в общем-то, как-то есть какой-то попытки сделать консенсус наших решений двух таких общественных серьезных палат ТПП и РСПП, потому что в этом случае мы можем достигнуть большего. Но, к сожалению, там была очень большая критика по поводу наших решений и прочее, прочее. Вот есть какое-то действие сейчас по консолидации нашего решения? Те пункты, которые я перечислил, они как раз пункты, которые расходятся позиции РСПП и ТПП Совета. То есть есть позиции, по которым мы сходимся, и слава богу, что есть объединенная позиция двух площадок. Вот по этим пунктам есть принципиальное расхождение. Ну, не РСПП, а конкретно Виктор Семенович Плескачевский считает, что комитационный фонд – это системообразующий элемент, система саморегулирования. Без него саморегулирования просто нет. Ну, позиция ТПП другая, да? То же самое по солидарной или субсидиарной ответственности. Я видел, не видел, а слушал аудиозапись, где было сказано о том, что да, конечно, субсидиарная не солидарная. Тем не менее, тот законопроект, который мы видим, говорит о том, что, видимо, действия другие. На самом деле, в законопроекте предыдущем была интересная конструкция. Было написано, что ответственность солидарная, но дальше была прописана ответственность субсидиарная. То есть солидарная, но сначала страховка, и только потом уже комитационный фонд. А сейчас вообще это убрали и сказали, солидарная, значит солидарная, никаких тут вам последовательностей. То есть, наоборот, усугубили ситуацию. Что касается второго ключа, ну, насколько я знаю, Елена Владимировна лично Виктор Семенович сказал, что да, конечно, мы уберем этот второй ключ. Но, тем не менее, второй ключ остался. Более того, на встрече в Минэкономразвитие мы проговорили этот вопрос, мы услышали их позицию, почему это включено. Они говорят, ну, как же так, тогда неправильно. Если мы не привязываемся к количеству членов, объединяющих эти СРО, то тогда мы же говорим о том, что национальное объединение разрабатывает стандарты, эти стандарты становятся обязательными для всех. И тогда мы нашли, на мой взгляд, очень хорошую конструкцию, которая заключалась в следующем, что в случае, если национальное объединение сформировано, но в состав СРО входит менее 50%, то такие стандарты не могут быть приняты как обязательные для всего сообщества. То есть, вот эту конструкцию. Мы ее проговорили, она была услышана, поддержана в законопроекте. К сожалению, ну, много интересов. На самом деле, законопроект – это такая совокупность интересов различных ведомств. Там очень мощное лобби, например, Центробанка. Вместо того, чтобы написать органы надзорные, контролирующие государевы, написано конкретно Центробанк. Вот какое, зачем это нужно, непонятно и так далее. Вот замечательно, что Константин Николаевич к нам подтянулся. Значит, мы как раз говорим по первому вопросу. И я озвучил, что в позицию были включены вопросы, которые как раз нашли расхождение с позиции РСПП. То есть, это речь идет о имущественной ответственности, что Комиссионный фонд – не единственный инструмент, что должна быть субсидирована несолидарная ответственность, что дисциплинарные и контрольные функции избыточно прописаны, и что по национальным объединениям необходимо убрать второй ключ и вообще прописать этот институт таким образом, чтобы национальные объединения были созданы, но чтобы не было недобросовестных национальных объединений. Может быть, что-то я упустил, ну и, наверное, было бы интересно услышать именно про вот эту встречу Сергея Николаевича. Спасибо. Спасибо. Ну, в общем-то, наверное, тоже должен рассказать чуть более детально ситуацию. Прибыло так. В пятницу был звонок из приемной Сергея Николаевича, и меня попросили в понедельник с ним встретиться. Ну, в принципе, тема была изначально не обозначена, но, в принципе, было понятно, что на вторник договорился Виктор Семенович встречаться с Сергеем Николаевичем. Естественно, как бы нас пригласили, чтобы еще раз услышать позицию нашу в отношении того, что сейчас в целом происходит в сфере саморегулирования. Ну, в общем, как я и предполагал, значит, были вопросы, в принципе, о том, что сегодня происходит в сфере саморегулирования. Ну, Сергей Николаевич, он, в принципе, держит руку на пульсе, он знает, что происходит, но вот ему хотелось, видимо, услышать от совета какие-то, наверное, позиции последние и так далее. Ну, и, естественно, была поставлена задача подготовить материалы к возможным предложениям, которые, в принципе, могут быть направлены в РСПП. Ну, обменялись, рассказали, рассказали о наших опасениях в отношении 315 ФЗ и вносимых поправках. Мы к тому времени уже видели, в общем-то, большую часть поправок. Собственно говоря, позиция наша, она понятна. Вот, она в поддержку развития саморегулирования и, в принципе, профессионального регулирования в стране. Вот, и создание именно тех условий, в которых саморегулирование будет развиваться как институт. Вот, по сути, это наша сегодняшняя позиция. Значит, было это озвучено. Ну, в общем, Сергей Николаевич выслушал все вопросы. Ну, и, собственно говоря, мы договорились, что после встречи с представителями РСПП он проинформирует нас о том, что там было и угадали ли мы тренд того, для чего была назначена встреча. Ну, собственно говоря, встреча, как мы и предполагали, в общем, состоялась. В общем, были озвучены от РСПП в очередной раз предложения объединить наши две площадки, значит, при этом исключительно на площадке РСПП. Вот. Было предложено, собственно говоря, озвучить нам уже в письменном виде какие-то наши предложения по закону, что нас там не устраивает, что устраивает. Ну, и, естественно, мы мобилизовались активом, да, и на этой же неделе, к пятнице, уже представили документ, который был направлен Сергею Николаевичу. В принципе, этот документ, он не секретный, да, собственно говоря, всем, кто хочет, можем его направить. Но там, в принципе, все основные позиции изложены. И вопросы, ключевые вопросы, это вопросы имущественной ответственности, как вот Алексей Владимирович озвучил, да, вопросы, связанные с осуществлением контроля, поскольку мы считаем, что избыточные процедуры описаны прям непосредственно в теле закона, причем эти процедуры не обкатаны на практике, и с учетом того, что они впервые описаны, не опираясь на практику, они большой ценности, к сожалению, не имеют, а содержат достаточно большой объем каких-то ошибок и каких-то моментов, которые с нашей точки зрения наоборот приведут нас в тупик. То есть излишняя детализация вопросов там дисциплинарного взыскания без практической обкатки, это, наверное, преждевременно можно было просто обозначить наличие этих процедур в целом и все. То есть вот эта детализация, она как раз и создает вот такую убежденность нашу в том, что сам закон, он имеет немножко неправильную фокусировку на саморегулирование. То есть закручиваются гайки и ответственность в этой сфере, при этом никак не меняется институт управления, то есть он так и остается непрозрачным. И в этом смысле большие риски вообще в целом для отрасли, связанные с оттоком из этой отрасли как минимум добросовестных участников рынка и сферы добровольного саморегулирования прежде всего. Мы так и не смогли, собственно, убедить значительное количество профессиональных объединений, которые работают на рынке, перейти в сферу саморегулирования, потому что у них были, собственно, опасения, я говорю сейчас о необязательной сфере, опасения в части именно того, что будет слишком зарегулирована сфера и невозможно будет в нее вписаться адекватно. Вот, собственно говоря, это мы представили. Представили также принципы формирования деятельности национальных объединений, то, что считаем не вполне корректным. То есть те вопросы, главные вопросы прозрачности, открытости и публичности деятельности, они в полной мере так и не нашли отражения в отношении национальных объединений. И, к сожалению, это может привести к тому, что вот эта закрытость национальных объединений, она только ухудшит, в принципе, восприятие профсообществом и сферой саморегулирования, а также потребителями вот той ситуации, которая складывается, и вместо контроля за сферой деятельности саморегулированных организаций мы можем получить достаточно непрозрачный инструмент давления, который к тому же, как мы видим в последнее время, замыкается на инструменты административной и чиновничьей бюрократии. Поэтому вот эти все опасения, они были изложены в очень лаконичном виде, там буквально на полторы странички текстов всего, да, чтобы сконцентрироваться на основных деталях. Вот этот текст был передан, в принципе, я думаю, что мы можем его взять за основу для дальнейшей работы по нашим предложениям в корректировку вот этих предложений. Сейчас идет процедура, я так понимаю, оценки, да, вот Роман, по-моему, прислал письмо, где он информирует нас о том, что запущена процедура оценки регулирующего воздействия, нет, антикоррупционный, да? Вот, поэтому если на сегодня мы не подадим каких-то предложений, то, в принципе, законопроект так и останется в том виде, в котором он и есть с точки зрения возможного его блокирования. Ну вот это как бы тут перечень вопросов, да, который в дискуссии состоялся и сложился, в принципе, мы договорились также с Сергеем Николаевичем встретиться, я думаю, что, может быть, это будет или эта, или следующая неделя. Речь идет о том, что не только я, как руководитель работы совета, но и какая-то команда актива, я думаю, что несколько руководителей ключевых рабочих групп мы пригласим на эту встречу, ну, с тем, чтобы еще раз обменяться вот нашими мыслями, идеями того, как дальше, в принципе, двигаться в этом законодательном поле. Но, к сожалению, несмотря на то, что там две трети, наверное, наших замечаний в целом было учтено в работе над законопроектом, тем не менее, вот такие ключевые вопросы, как компенсационные фонды, как солидарная ответственность, они повисли в воздухе, и вот инструмент именно давления на этот институт, еще не сформировавшийся с точки зрения регулятивных инструментов, что я имею в виду, ни адекватного там кодекса этики, ни адекватного стандарта практики во многих, даже СРО существующих, нет, очень много просто формальных документов, да, я уж не говорю о том, что, например, процедура, например, принятия и исключения, она тоже не является вполне, не находится в адекватном сегодня законодательном поле прописано и может быть подвергнута судебному оспариванию, то есть институт еще молодой, не сформировавшийся и на сегодняшний момент вот создание как бы инструментов давления, в том числе финансового давления на этот институт, он, конечно, приведет к сокращению этого поля сферы саморегулирования, это наша позиция, ну и, собственно говоря, по этой причине у нас есть предложение очень системно, если удастся обсудить те новеллы, да, этого закона, который существует в том числе на нашей конференции практическое саморегулирование и выработать именно в резолюции какие-то предложения, которые мы сможем направить. Ну и если еще к этому времени ничего не произойдет с точки зрения активного принятия его в той редакции, в которой законопроект существует. Ну вот, собственно говоря, у меня как бы по новостному блоку все, если кто-то хочет добавить что-то по этой части, прошу вас. Вопрос. Наши предложения когда-нибудь будут учтены или если они не будут учтены, то что мы здесь делаем? Какие именно? У нас их всего три строчки. Это по предмету, по преференции и по терминологии. У нас их всего три маленьких. Значит, которые существенно влияют, будет саморегулирование в промышленности или не будет. Вот и все. У меня вопрос. Мы можем еще 10 раз сюда прийти, только вопрос остается всегда немой в глазах. А зачем мы сюда ходим? Ну, я хочу сказать одно, что площадка совета – это экспертная работа над предлагаемыми документами. Все документы принимаются у нас коллегиально, соответственно, простым большинством голосов. Когда вы сможете донести до большей части членов совета позицию целесообразности того, чтобы эти предложения именно в этой редакции, в этом виде донести дальше, я думаю, что они будут компилированы в тексты документов. Если большинство поддержки совета мы не получаем, то оснований для внесения этого в документы я, соответственно говоря, легитимных не вижу. Поэтому нужно работать с членами совета, может быть, как-то менять позицию, делать ее более широкой, не слишком зауженной и подходить более концептуально, имея в виду в целом всю сферу. Я не знаю, какие можно дать рекомендации для того, чтобы нормативно мы могли этот документ с учетом ваших пожеланий принять и интегрировать в общий текст наших предложений. Понятно. Сначала надо отправить всех, окончить соответствующие технические университеты, потом они поработают на предприятиях и потом они, собственно, будут... Вы знаете, позиция ваша, наверное, имеет право на жизнь, но я хочу сказать следующее. Вот я не являюсь искушенным специалистом в области аудита. Я не являюсь искушенным специалистом в области создания пенсионных фондов и каких-то инвестиционных фондов. Но я слышу тех людей, которые занимаются реальным саморегулированием в этой сфере. И в этом смысле мы все их предложения слышим и интегрируем. Может быть, ваша проблема в том, что вы слишком заужаете проблему, перенося ее для только узкого персонального использования в рамках ваших отраслевых процессов, вместо того, чтобы идти в противоположном направлении. То есть рассмотреть те вещи, у вас же есть 70% содержательной части того, что вы предлагаете, оно нами одобряется и используется и продвигается. Это в части преференций. Мы в том числе на конференции обсуждаем, целая секция будет обсуждать сегодня вопросы создания преференций. Вопрос создания преференций, он может рассматриваться в нескольких плоскостях. Вы для себя эту задачу ставите очень узко. Вы ее ставите исключительно с точки зрения законодательного закрепления тех преференций, которые нужны лично вам, вот как команде, которая это продвигает. Они для всего сообщества. Вот мне представляется, что вот это заужение проблематики, оно и сводит ваши усилия на нет, потому что их никто не слышит, к сожалению. У нас там нет слова ни одного промышленности. Там оно настолько не заужено, а настолько расширено, что шире дальше уже некуда. Я так понимаю, что в сухом остатке ничего не будет. Мы можем здесь говорить сколько угодно. Значит, если в сухом остатке ничего не будет, значит, то, о чем вы говорите, к саморегулированию отношения никакого вообще не имеет, как к институту. Вы хотите притянуть за уши название саморегулирования для того, чтобы получить какой-то административный ресурс для продвижения вашей системы, там, условно говоря, системы сертификации, да, псевдо-сертификации. Но, извините меня, значит, у нас немножко разные ценности и подходы, да. Если вы хотите услышать вот нашу, там, консолидированную оценку, вы ее, наверное, услышали сегодня в части заданных вопросов. В части моей оценки я специально, как бы, постарался дистанцироваться, чтобы у всех была возможность без давления, там, какого-то это обсудить системно, ну, насколько я понимаю, вы какого-то консенсуса пока не нашли, вот, с той аудиторией, которая сегодня здесь присутствует в составе Совета. Я, конечно, извиняюсь, но вот что я могу сказать? Я могу сказать только одно, что давайте дальше двигаться, как-то модернизировать свои предложения, адаптировать их к реальному пониманию того, что мы понимаем под системой саморегулирования. И если мы расходимся в оценках институциональных, значит, либо что-то не так во всех членах Совета, либо что-то не так с вашей позицией. Вот, собственно говоря, я, что, другого ничего не могу сказать, тем более, что у нас Совет – это коллегиальный орган, понимаете, экспертный коллегиальный орган, где нет какого-то однозначного вектора, там, давления, да, над членами в части. Поэтому мое предложение простое. Я понимаю ваше огорчение, возможно, того, что не достигнуты какие-то вот краткосрочные цели. Давайте смотреть дальше на стратегические цели и смотреть, чем мы можем быть полезны взаимно друг другу. Тем более, что мы вас предпринимаем именно как часть Совета, потому что в значительной мере ваша экспертная позиция нам интересна, и то, что она присутствует в Совете. Мы считаем это полезным, несмотря на то, что иногда температура обсуждения вопросов, связанных с производственным саморегулированием, зашкаливает. Это правда. Но, как бы, я считаю, что это нормально, потому что мы пытаемся найти точки соприкосновения. Спасибо. Если у вас другой рабочей группы по саморегулированию в промышленности нет, если мы никак не можем найти друг другу язык, разговор слепого с глухим, как бы он заканчивается известно чем, то, наверное, нам надо создать Совет ТПП по саморегулированию в промышленности, просто как отдельный, и дабы там уже собирать соответствующую вы можете создавать что угодно, хоть космическое саморегулирование. Вопросов нет. Значит, у меня совершенно простые... Господа, не надо, ничего страшного. Я не считаю, что что-то было сказанное за пределами протокола. Нормальная позиция. Человек высказался в отношении инструментов политического давления на оппонентов. Это нормально. Я не вижу здесь ничего. Я готов ответить. Пожалуйста, у вас все инициативы в ваших руках. Если вы что-то хотите создать, ну, создайте такой совет. Если вас поддержат, безусловно, вы сможете создать даже коммунистическую партию в промышленности. Я хочу сказать о другом. О том, что давайте в легитимное конструктивное русло дальше двигаться. С точки зрения возможности обсуждения, мы регулярно предоставляем вам площадку и возможность высказываться. Сегодня вам больше часа, полтора часа дали возможность обсуждения. Мне кажется, это в том числе наша попытка понять интерес всех остальных участников сферы саморегулирования к вашей сфере. Понимают ли они то, что происходит. Ваша попытка сказать, что если вы ничего не понимаете в промышленности, значит, нам не о чем с вами говорить, наверное, не очень корректно и необоснованно. Потому что все остальные друг друга слышат, несмотря на то, что сфера профессиональной деятельности отличается кардинально очень многое. И мы здесь собираемся именно для того, чтобы выяснять то, что нас объединяет, а не то, что нас разъединяет. А ваша речь, она, к сожалению, еще больше нас разъединяет, потому что вы пытаетесь сказать, что если в Совете нет промышленников, значит, вас не способны люди услышать. Понимаете, очень многие люди здесь в профессиональном регулировании. Не, ну я вот так услышал это предложение о создании специального какого-то органа. Я просто хочу сказать, что здесь совершенно однозначное поле, да, где работают все эксперты и весь цвет сферы саморегулирования, и все работают на развитие, да. Именно на развитие, и мы чувствуем каждый взаимную пользу от общения. Я извиняюсь, может быть, вас чем-то обидел, но я постарался наоборот как бы вот расшить проблему, показать точки узловые, в которых у нас есть проблемы. Мне кажется, что проблема ключевая, она не в том, что кто-то из какой-то сферы, она, как мне представляется, все-таки базируется на разном подходе к тому понятию саморегулирования, которое реализуется в вашей модели и в модели той, которая сейчас воспринята профессиональным сообществом. У нас модель, это прежде всего профессиональное саморегулирование, да, и с элементами бизнеса. А в вашей модели это вот, я честно скажу, с первого прочтения вашего доклада, я могу ошибаться, не хотел бы вешать каких-то ярлыков, мне представляется, что эта модель больше похожа на какую-то добровольную либо вообще не добровольную, а псевдогосударственную модель сертификации. Когда элемент сертификации является частью модели саморегулирования и служит целям развития добровольной, добросовестной конкуренции, закрепляет какие-то институты развития модели саморегулирования как института, мне это понятно. А когда модель по сертификации возводится в ранг всего, что вообще нужно саморегулированию, наверное, тоже не очень верно. И вот по этой причине, мне кажется, что мы не нашли пока точек соприкосновения и понимания аудитории в этой части. Я очень надеюсь, что мы сможем такие точки соприкосновения найти и расшить совместно эти проблемы. Дальше я призываю вас конструктивно дальше работать и стараться слышать не только добиваться того, чтобы вас слышали, но и слушать тех, кто вам пытается обозначать свою позицию и объяснять ее. Мы это делаем не как чиновники, а как коллеги по цеху именно в части профессиональной деятельности. Извиняюсь, что так долго внимание всей аудитории. Наверное, нужно было, чтобы этот разговор состоялся и состоялся откровенно. Вот я постарался его сделать максимально откровенно, постарался вас не обидеть, но в то же время обозначить те болевые точки, которые сейчас существуют в наших отношениях. Спасибо. Закрываем этот вопрос? Нет больше желания выступить? Спасибо. Значит, тогда двигаемся по законодательному регулированию. Я очень надеюсь, что мы все-таки постепенно отстаивая островки свободы, так я их называю, в сфере саморегулирования в части закона, будем дальше продвигаться и будем дальше какие-то наши, скажем, наработки обосновывать и доносить до общества. Очень надеюсь, что нам удастся использовать какие-то общественные площадки, Государственную Думу для организации общественных слушаний, может быть, какие-то дополнительные площадки, которые мы сможем использовать, потому что если так получается, что не во всех вопросах Минэкономразвития нас слышат, либо мы должны понять, почему они нас не слышат, это примерно та же самая ситуация, как между правовышленниками и Советом, расставив приоритеты, значит, мы неправильно объясняем и доносим. Либо они считают, что наша позиция недостаточно опирается на позицию профессионального сообщества. По этой причине у меня предложение расширить эту площадку, и к, скажем так, следующему обсуждению, может быть, дать какую-то письменную позицию в Совет от ваших профессиональных объединений в части поправок в законопроект, чтобы это была позиция не просто нас, как экспертного сообщества, а и позиция именно профсообщества, которое Совет, ну, скажем так, и формально, и неформально здесь, на этой площадке объединяет. Поэтому у меня большая просьба, значит, проработать предложения и желательно сделать их даже более легитимными. То есть мы об этом тоже говорили на оргкомитете. сделать это решениями общих собраний, сделать это решениями тех коллегиальных органов управления, в чьей компетенции такие предложения существуют, и направить их все официально в торгово-промышленную палату. Мы их здесь консолидируем на площадке Совета, и я очень рассчитываю, что в этом случае позиция наших оппонентов, она будет более, ну, как бы, наша позиция не будет уязвимой, потому что сегодня то, что доносилось до Сергея Николаевича, примерно так доносилось, что Совет, это, в принципе, не позиция профсообщества, это вообще, как бы, позиция какой-то части профсообщества, которая не легимитизирована, и поэтому нужно создавать единую платформу, площадку, хотя на одном из совещаний, я и член Совета РСПП, мне не мешает туда появляться, но мы знаем, как часто этот Совет собирается. Он собирается раз в 4 месяца сегодня по статистике. То есть может ли оперативный орган так работать? Пожалуй, нет. При этом, когда мы обсуждаем какие-то позиции экспертно, при работе этого Совета, я один раз задал вопрос, Виктор Семенович, а почему вы вот каждый раз излагаете исключительно свою позицию и не даете возможности хотя бы в таком же интервале времени провести дискуссию хотя бы по этим вопросам? Ну, на что прозвучал ответ, я его повторю практически дословно, а с кем это обсуждать? То есть в этом смысле позиция по объединению Совета ТПП и Совета РСПП, она вообще как-то не очень понятна, потому что в этом случае, наверное, опять будет обсуждать не с кем. Мне представляется, что наша площадка, это как раз площадка, где есть с кем обсуждать и есть что обсуждать, и есть что детализировать, и то, что у нас здесь есть горячие споры и разные точки зрения, это здорово. Нужно просто правильно их конструктивно обсуждать. Поэтому мне представляется, что нам нужно сейчас предпринять усилия, я всех прошу именно в своих профессиональных объединениях и национальных объединениях провести работу по подготовке поправок в 315-й, которые мы могли бы учесть в общем объеме и выразить, тем самым именно консолидированную позицию. Я не думаю, что вот эти бюрократические процедуры нам в принципе были раньше важны и сейчас важны, но с точки зрения грамотного диалога с оппонентами в части споров по закону, если это даст нам дополнительную фору и очки, я думаю, что мы, наверное, должны это сделать. Ну вот в этой части спасибо. Есть какие-то вопросы по закону? Нет, да? Ну давайте тогда обсудим программу. Мы как бы что, сейчас по конференции успели обсудить? Нет? Нет? Ну тогда у нас очень мало времени на самом деле остается. Я бы хотел озвучить основные вопросы по подготовке конференции. Значит, у нас утверждено 5 секций оргкомитетом и есть еще предложение по 6 секции со стороны промышленников именно профильную секцию организовать в рамках нашей конференции. Мы не сочли возможным, да, не получила эта идея поддержки большинства оргкомитета, поэтому мы посчитали необходимым вынести это на площадку совета для голосования и поэтому попросили доложить этот вопрос Николая Степановича. Я так понимаю, он доложил, но голосования по этому поводу не было, да? Мы специально это отнесли на завершающую часть. Значит, о секциях хочу тоже сказать два слова. Значит, у нас сегодня... Кать, можете мне помочь в этот список, чтобы я точно воспроизвел название секций? И по конкурсу, если есть какая-то возможность документы. А, все, 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 есть. Спасибо. Значит, из утвержденных секций, которые мы предлагаем утвердить совету сегодня, это секция «Концепция и стратегия развития саморегулирования в России». Предполагается, что это будет основной базовой площадкой по обсуждению поправок 315 ФЗ и стыковки этих поправок со стратегией, да? Значит, Алексей Владимирович, руководитель секции. Вот, и я предполагаю, что это будет очень интересная секция. Вторая секция – это необходимость создания сервисов и преимуществ для членов некоммерческих организаций, в том числе с легкой руки промышленные команды и рабочие группы. Эта идея здесь обрела, может быть, какие-то дополнительные смысловые нагрузки. Вот, я так понимаю, кто? Марья Михайловна, да? Планируется к введению этой секции. И Роман Ковнер занимается сейчас подготовкой материалов. То есть, они как-то так тандемно это готовят, но официально будет Марья Михайловна Воронина вести эту секцию. Значит, дальше. Стандарты и правила профессиональной предпринимательской деятельности в отраслях. Саморегулирование. Здесь достаточно много материалов наработано, и я благодарен рабочей группе, потому что благодаря их усилиям появится значительный объем документов, которые, в принципе, удастся обсудить уже в рамках конференции. Я напомню, что ключевая задача всех наших рабочих групп ежегодно – те продукты в виде нормативных документов, либо иных документов концептуального свойства вынести на конференцию, и после обсуждения их уже тиражировать массово для использования в СРО. То есть, как бы, мы видим для себя главную идею конференции и практическое саморегулирование в том, чтобы наполнить именно практическим смыслом работу нашего совета, связанного с формированием каких-то стандартных пакетов документов для СРО. Ну, я напомню, что дисциплинарный кодекс появился у нас на первой конференции, он достаточно большой объем информации занимал. Дальше там стандарт, будем так сказать, организационной прозрачности, стандарт информационной открытости – это вот те документы, которые выносились на первую конференцию. На второй конференции то же самое. Мы выносили ряд документов, которые обсуждались и которые всегда являются обязательной частью программы именно обсуждения этих материалов. Очень важно, чтобы и в этот раз все наши рабочие группы, которые получают возможность проведения секций, они уже в более-менее адекватной редакции подготовили материалы для представления их на конференцию и их обсуждение. То есть я полагаю так, что на какой-то итерации мы работаем, еще продолжаем с этими документами на площадке совета и в рабочих группах, а где-то с 15 ноября мы уже эти документы должны будем направить четко совершенно в отредактированном виде для публикации вместе с буклетом конференции. Вот это как бы временные рамки, в которых мы должны представить пакеты документов. И, собственно говоря, все руководители всех секций, которые готовятся на сегодняшний момент, они готовят определенный набор материалов, которые будут выноситься на обсуждение именно в документальном виде, в конкретном. Дальше, значит, роль третейских судов в системе саморегулирования. Здесь тоже очень большая работа проведена. Вот. И тоже пакет документов будет представлен. Единственное, я просил именно обобщить эти материалы с наработками других профессиональных сообществ и общественных объединений, потому что в этой части очень многие продвинулись вперед. С тем, чтобы этот документ уже отражал те наработки, которые были собраны на других площадках, и мы могли их консолидировать. Здесь тоже как бы готовится достаточно большой масштаб материалов и документов. Ну и секция по информационной открытости саморегулируемых организаций – это пятая секция. В этой части здесь тоже был информационный стандарт, который нужно будет, наверное, как-то следующее чтение сделать, как-то его адаптировать к сегодняшней законодательной базе, тем более, что был проведен круглый стол в этом году, на котором как раз именно был представлен взгляд со стороны буквы закона на исполнение информационного стандарта. И, соответственно, по секции стандарты со-модераторы Елена Вадимовна Петровская и Ирина Анатольевна Шевцова там как раз и будут в том числе представлены стандарты нацобъединений, то есть та тема, которая тоже в рамках рабочей группы по нацобъединениям прорабатывается. То есть мы пока приняли решение об объединении двух вопросов именно в тему стандартов в общую для того, чтобы в этой сфере как-то продвинуться. Вопрос стандартов на сегодня очень проблемный. То есть получается так, что работа по созданию стандартов ведется, причем на уровне достаточно высоком. То есть это экспертный совет по стандартизации, по профессиональным стандартам при президенте. Возглавляет его руководитель РСПП. Сергей Николаевич, руководитель торгово-промышленной палаты Катырин, тоже входит в этот совет. Но, как мне представляется, некоторые вопросы форсируются. Да, если мы на сегодня даже в профессиональном сообществе не понимаем, что такое профессиональный стандарт в полной мере, то когда к этому подключаются бюрократы, финансирующиеся из бюджета, мы понимаем, что может получиться. Поэтому для нас очень важна именно вовлеченность профессионального сообщества в этой сфере, вот в этой части работы. И поэтому мы считаем, что вот эта секция, она безусловно имеет общий, очень важный стратегический характер для всей сферы саморегулирования, потому что профстандарты – это часть профессионального регулирования и часть саморегулирования, без которой эта система, в принципе, жить не может. Поэтому игнорировать то, что делается на уровне власти и куда выделяются достаточно большие финансовые ресурсы, наверное, мы не должны. И если, что называется, пьянку нельзя остановить, ее надо возглавить. Поэтому у меня предложение вот в этот раз активно включиться вот в работу по этому направлению и более активно включиться в эти процессы. Дальше, значит, что еще? Ну, естественно, на пленарке мы планируем обсуждение поправок в 3.11 и стратегии развития, потому что мы рассматриваем те поправки в 3.15 как часть стратегии развития системы саморегулирования. И именно стратегия – это инструмент постоянного адаптирования системы саморегулирования к тем потребностям, которые есть в профессиональном сообществе, у потребителей и в законодательной среде. Поэтому, несмотря на то, что поправки могут быть приняты, мы все равно считаем важным дальше развивать стратегию, дальше доносить нашу позицию. И, собственно говоря, сама стратегия, она может развиваться не только в жестко закрепленном законодательном поле, но и на добровольном уровне в рамках СРО с точки зрения стандартов, с точки зрения подходов к системе саморегулирования совершенно на именно добровольном уровне, на том уровне, на котором большая часть профессиональных сообществ во всем мире развивалась. То есть на самостоятельном, без вмешательства государства, в том объеме, в котором сейчас действует та вертикаль, которая существует. Поэтому наша позиция, она заключается в том, что стратегия – это тот продукт, который нужен всем профессиональным участникам, не только саморегулируемым организациям, и большая часть постулатов и каких-то инструментов, которые сегодня востребованы в международном периметре, они должны работать и у нас, и именно у нас должны внедряться. Поэтому мы сохраняем статус международной конференции, поэтому мы приглашаем зарубежных гостей, и в этом смысле я обращаюсь к вам с просьбой пригласить партнеров каких-то ваших, кто занимается аналогичной сферой регулирования профессиональной деятельности за рубежом. Но вот я напомню, что в прошлом году у нас были два представителя разных сфер саморегулирования, и того, как там это реализуется, мы услышали. У нас кто там были? Архитекторы? Или я что-то не помню? А, нет, не нотариусы. У нас патентные поверенные были, да, а вот второй, я что-то его не слышал доклада. Вот мне кажется, что это достаточно интересно, потому что международный опыт – это то, что адаптировано уже очень многие годы. И, естественно, содержательная часть, она очень важна для нас, и мы, сталкиваясь вот с изучением международного опыта, ну вот я могу по своей отрасли сказать, да, в сфере регулирования деятельности, риэлторской деятельности, мы, даже не понимая, зачем те или иные инструменты были созданы, иногда воспринимаем их поверхностно, потом на новом витке развития сферы регулирования понимаем, что на самом деле все не зря было создано, и очень многие элементы имеют очень глубокий смысл, продуманность и нормальную возможность к интеграции к нам в систему. То есть велосипед, он, его принципы, они одинаковы, да. Вот, поэтому, с моей точки зрения, если у кого-то будут предложения, буду очень благодарен по приглашению международных гостей, которые могут быть для нас интересны. Вот, ну и, собственно говоря, хочу сказать, что уже размещены материалы на сайте и в отношении секций, то есть дано краткое резюме всех секций, где четко есть информация о том, что в рамках этих секций будет изложено, уже на от 50 до 70 процентов спикеров сформированы в секциях. Напоминаю, что докладчики у нас на секции и на конференцию приходят бесплатно. Мы такой же режим только что проголосовали на оргкомитете по этому вопросу. Вот, собственно говоря, это тот инструмент, который мотивирует делать содержательные доклады. Значит, принимают решение о принятии докладов руководители секций. И, собственно говоря, я активно приглашаю вас сейчас включиться в процесс подготовки докладов и направление их руководителям секций в части тех вопросов, которые озвучены для подготовки и проведения секций на сегодня. Вот это в части деловой программы. Значит, как мы построим, Алексей, вопрос голосования? Что тут? Я ваше предложение хочу услышать. Ну, кратко мы дали возможность Евгению Ивановичу сделать доклад. Николай Степанович дополнил. Были вопросы. И мы закончили тем, что члены Совета задали свои вопросы по докладу. Евгений Иванович сам озвучил, что таких вопросов было 17. То есть 17 вопросов были заданы по теме доклада. Елена Владимировна предложила, чтобы доклады по производственному саморегулированию были включены в различные секции. Поэтому можно поставить на голосование вопрос самостоятельной секции, как Николай Степанович предлагал, либо второй вопрос – это включить в секции. То есть предложить доклады по производствам и саморегулированию включить в существующие секции. Вот я предложил так. Два вопроса на голосование. Ну и 17 вопросов, которые были заданы. Конечно, хотелось бы на них услышать ответ. Я думаю, что производственники их, ну, как минимум, учтут в своих дальнейших презентационных материалах. Ну и, насколько я понимаю, по-моему, было, в общем-то, понимание того, что эти вопросы не случайны. На самом деле я удивился, но Константин Николаевич озвучил квинтэценцию всех этих вопросов, не будучи здесь вообще. То есть он был за пределами, вопросы задавались. Он не знал доклада, хотя, еще раз повторюсь, мы говорили о том, что в докладе должно быть все, что угодно, кроме вот этой конструкции, да. Тем не менее, Константин Николаевич вот буквально в двух абзацах озвучил все, что здесь происходило. Ну, у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, да. Ну вот поэтому я предлагаю два вопроса на голосование. Отдельная секция для производственной сферы саморегулирования. Второй вопрос – это, значит, доклады по производственному саморегулированию в те пять секций, которые сейчас были озвучены. Я думаю, что вот второе предложение от этого производственники даже выиграют, мне кажется, потому что они смогут донести на большую аудиторию информацию, потому что вы сами локализуетесь на секцию, скорее всего, в помещении, где будет немного людей, которые, ну, мне так кажется, честно, если положа руку на сердце, что будет мало людей. Вы опять между собой, по сути, обсудите эти вопросы. Вот. А хотелось бы, наверное, получить какой-то апдейт, да. И в этом смысле подумайте, может быть, это вот предложение как раз о распылении ваших докладов по секциям, оно может быть для вас более интересно с точки зрения проникновения ваших идей в умы сферы саморегулирования и получения обратной связи. Есть и цель в этом, да. Есть и цель в этом. Ну, не вопрос, значит, я в любом случае ставлю вопрос на голосование, значит, по мере поступления, да, первый вопрос. Значит, смотрите, голосование взаимоисключающее, я так понимаю, да, или вообще еще какое-то предложение есть. Есть другие предложения? Правильно Алексей Владимирович сформулировал, да, предложение? Все. Жесткое голосование, два вопроса, значит, за одно и за другое и получает большинство то, которое, ну, и получает поддержку то, которое, собственно говоря, будет проголосовано большинством. Но я хочу сказать одну вещь, что мы навязать руководителям секций, да, участие в каждой секции, наверное, все-таки не можем решением совета. То есть мы тогда, получается, что это решение носит рекомендательный характер, да, вот если кто-то готов сейчас сказать, что в любом случае предоставит для доклада, то он должен это озвучить, потому что мы все равно принцип интересности доклада и его востребованности на представленной аудитории и тематике доклада, он все равно остается актуальным, и периметр ответственности руководителя секции, он все равно четко совершенно остается за ним, да. Понятно, что он будет учитывать позицию совета в виде просьбы о том, чтобы была предоставлена возможность для выступления производственникам, если не будет голосования о принятии отдельной секции. Спасибо. Да, пожалуйста, Лена. А я бы все-таки хотела бы поддержать производственников в том плане, что очень важный вопрос. Действительно у нас как бы с производством все это стоит, с мертвой точки сдвинуться не может саморегулирование. И вот может все-таки как-то совет принял бы решение, что целесообразно, чтобы все-таки в каждой секции, если они предоставят доклады, они бы прозвучали, потому что очень важная тема действительно. И те вопросы, которые здесь задавались, возможно, может быть, им и нужно сделать конкретный доклад, аудитория услышит, это будет расшифровано, а не то, что в одной секции больше вопросов, чем ответов. Вот еще поддержать, что дать возможность в каждой секции, если они, значит, примут это целесообразно для себя производство. Тогда хорошо, тогда, значит, получается так, что мы решением совета жестко рекомендательный характер принимаем, да, по второму вопросу предоставить голоса. Ну, вот смотрите, как один из со-модераторов секции по концепции стратегии, мы готовы предоставить время для доклада и обсуждения именно как вот концептуальный вопрос саморегулирования в промышленности. Я думаю, Константин Николаевич, как со-модератор, не будет возражать. У нас еще, как минимум, Дмитрий Леонидович, Елена Владимировна, я не знаю, готов за Артура Витяновича сказать по информационной, да. То есть я сомневаюсь, что кто-то из руководителей секции будет против включения доклада, значит, коллег из производственной сферы саморегулирования в рамках секции. Естественно, в рамках того объема, который будет и у других. Давайте голосование проводим, да. Вопрос понятен, значит, соответственно, значит, по мере поступления. Первое – это специальную секцию выделить под тему саморегулирования в сфере производства, перспективы развития. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Спасибо. Второе предложение – настоятельно рекомендовать руководителям секции включить доклады производственников и включить их по решению совета в случае, если они полностью соответствуют заявленной теме секции, да, и попадают в канву обозначенного периметра секции. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Все. Да. Ну, кто против, воздержался? Ну, тогда понятно. То есть подавляющее большинство членов совета за то, чтобы предоставить возможность выступить на всех секциях представителям рабочей группы по саморегулированию в сфере производства. Ну, собственно говоря, я поздравляю с достигнутым результатом Николая Степановича, потому что получили пять возможностей выступить на всех секциях гарантированно. Уже неплохо. Спасибо. Хорошо. Значит, тогда переходим к следующему вопросу. Это конкурс «Практическое саморегулирование». Значит, хочу сказать, что мы всех приглашаем как партнеров, всех приглашаем как участников. Принять участие в этом году в конкурсе тоже. Конкурс пройдет во второй раз. Хочу сказать, что в прошлом году в некоторых номинациях была просто лавина заявок на конкурс. Например, веб-сайт, по-моему, что-то там за 50, более 50 заявок поступило в прошлом году на этот конкурс. Вот в этом году есть шанс взять реванш в отношении номинаций. Ну и напомню, те номинации мы хотели именно, идея была какая по номинациям, оттолкнуться от информационного поля, которое получить в качестве поддержки за участие в конкурсе. И, соответственно, оно было ориентировано прежде всего на ту информационную среду активных людей, которые занимаются пиаром, которые занимаются публикациями, которые занимаются освоением именно информационного пространства в сфере саморегулирования. Поэтому и номинации, они выбраны были следующие в прошлом году, и в этом году они все сохраняются. Лучший журналист, освещающий вопросы саморегулирования. Лучший сайт саморегулированной организации. Лучшая пиар-служба. Лучшая СМИ в сфере саморегулирования. Лучшая СММ-стратегия СРО. Ну это как бы СММ-стратегия, я поясняю, это некая комбинация участия саморегулированной организации либо национального объединения, либо профессионального объединения в социальных сетях, да, вместе там, скажем, с каким-то информационным ресурсом, печатным, публикациями. То есть некая общая там стратегия взаимодействия с потребителями и там со смежниками, и с обществом. Ну и в этом году еще Глеб Владимирович предложил еще одну шестую номинацию. Мы пока в отношении нее не приняли решение о поддержке, потому что пока не написано положение, мы не можем ее принять. Мы рассчитывали, что на совет он вынесет этот вопрос, но вот сегодня почему-то не получилось его доклад увидеть и услышать. Я надеюсь, что на ближайший оргкомитет это положение будет вынесено, и мы сможем уже обозначить наличие еще одной номинации. Ну и хочу сказать, что 24-го мы проведем пресс-конференцию, по-моему, в этом же помещении, да, Екатерина? В этом же помещении. Время, по-моему, 16-15 часов. Значит, поэтому милости просим. Значит, я прошу на пресс-конференции в обязательном порядке быть всех руководителей рабочих групп и всех руководителей секций на конференции, потому что будет важно донести основную идею. Нужно, чтобы это говорила не одна говорящая голова, как здесь сейчас я, а чтобы каждый донес свой эмоциональный ряд и свое видение секции, чтобы его можно было отразить адекватно. Значит, все документы пресс-конференции уже утверждены и согласованы. Пресс-релизы, пост-релизы, собственно говоря, вот эти материалы. Программа конференции уже согласована. Обращаю ваше внимание на очень важную деталь. Мы в этом году пошли по другому пути. Мы пленарку сделали с 16 до 18. Тем самым у нас получилось очень интересное решение. У нас есть 2,5 часа на секцию с утра, потом обед, то есть 3 секции, которые будут проходить здесь в этих помещениях, потом обеденный перерыв, и потом еще одна секция 2 часа 15 минут, потом перерыв небольшой на кофебрейк и пленарка. Значит, мы таким образом убиваем двух зайцев. То есть на пленарке мы уже до гостей наших, которые к нам придут из власти, и до всех остальных донесем уже некую консолидированную позицию того сообщества, которое участвовало в работе секции круглых столов. Вот как бы, чтобы дважды не собирать большую аудиторию. И второе, как бы, ну, поэкспериментировать в этом году решили так. Вот. Посмотрим, какой будет результат. Но нам представляется, что это вот такой интересный эксперимент. Он был поддержан членами оргкомитета единогласно, и мы проголосовали вот за такой формат. Ну и, естественно, потом после, там же будет приниматься резолюция, там же будут выступать все руководители органов власти, которых мы приглашаем. Значит, я прошу ваши идеи, которые у вас есть, сейчас озвучить, может быть, в отношении приглашения представителей органов власти. У нас там есть список, Екатерина, я предлагаю этот список разослать всем в электронном виде. Да, и если появятся идеи у членов совета, либо экспертов совета, в части, кого мы забыли, и кто интересен из власти, либо из вне периметра власти, но из активных людей, кто в сфере профессионального регулирования или саморегулирования задействован, будем очень благодарны. То есть готовы приглашать. Дальше список СМИ, которых мы приглашаем. Я тоже предлагаю всем членам совета разослать, чтобы люди подключились, и, может быть, какие-то предложения по СМИ тоже дали, кого мы хотим пригласить. Ну и, собственно говоря, что еще? Значит, я обращаю внимание всех на пакеты спонсорские. Хочу сказать, что без спонсорских пакетов мы не вытянем конференцию на той базовой цене регистрации, которая существует. Поэтому я очень рассчитываю на поддержку профессионального сообщества этой конференции и участие в этой поддержке спонсорскими пакетами профессиональных объединений. Можно выбрать пакет по секции, можно выбрать пакет по конкурсу, можно выбрать пакет по поддержке самой конференции. Там обилие пакетов. Напомню, что в прошлом году у нас было очень много партнеров. 13 партнеров было до окончательного согласования, а потом еще появились. Да, Екатерина, сколько у нас всего было в итоге партнеров, не помните? Ну, мне кажется, да, еще потом один добавился, да? Вот. Значит, есть генеральный партнер конференции. Пакет, он очень интересный. И хочу сказать, что он в себя включает еще и участие пакетное, да, то есть большого количества людей из этого профессионального объединения. Ну, и я обращаю ваше внимание в том числе на пакет генерального спонсора конкурса. Мне представляется, что он тоже достаточно привлекательный, интересный. Есть титульные пакеты. Чем быстрее вы примете решение, тем больше возможности тиражировать ваш бренд, бренд вашего профессионального объединения, вот в наш, скажем так, портал саморегулирования. Обращаю внимание, прошу все пакеты рассмотреть. Может быть, мои пакеты тоже следующим письмом не в этом. Слишком много, когда посылаешь, ничего не читают. А вот, Катя, я вас прошу тогда по членам совета, вот эти пакеты, несмотря на то, что они на сайте есть, все равно вот в режиме вложения переслать, чтобы мы могли это смотреть. Дальше, значит, мы уже согласовали проект листовки. Я прошу, что сделать? Когда мы напечатаем листовки рекламные, разобрать по своим офисам национальных объединений, саморегулируемых организаций с тем, чтобы можно было привлекать людей к тиражированию. И вторая просьба, значит, баннеры у нас уже готовы электронные все? Значит, вот после 25-го я всех прошу, значит, Екатерина тоже растиражирует эти баннеры. На сайте их тоже можно будет скачивать. У меня большая просьба, значит, разместить баннеры конференции на сайтах, да, национальных объединений, саморегулируемых организаций, профессиональных объединений. Вот, таким образом, в принципе, если такая поддержка будет реализована, вы можете там получить определенный статус просто партнеров, да, конференции. У нас в прошлом году тоже такая программа была реализована. Вот, ну и, собственно говоря, стоимость регистрации конференции входит пакет, да, участника полный, входит, там, сколько, два кофебрейка, да, обед и еще участие в торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов премии. Это практическое саморегулирование, то есть, в принципе, надо понимать, что на ту цену, которая предлагается, у нас для ранней регистрации сколько, Катя, мы приняли? Пять, да? Вот, пять тысяч, я думаю, что на сегодня это такой очень бюджетный формат, да, поэтому я и говорю, что нам нужны партнеры конференции. Проводим здесь же, на базе тех же помещений, в которых были, да, естественно, тот же самый регламент изменяется только формат, то есть, у нас уже на сайте размещена программа или еще нет? Ну, сейчас уже можно будет разместить, да, потому что все решения приняли, значит, соответственно, у нас одна секция будет занимать, пока, исходя из утвержденной программы, два формата в большом зале, секция по стратегии остается, как в прошлом году, на оба секционных блока. Ну, вот пока все, вот, соответственно, если есть вопросы, я готов ответить. Нет вопросов? Ну, тогда все, я приношу извинения, что очень поздно разослали приглашение на совет, это наша недоработка, произошла просто накладка, поэтому, видимо, такая численность не очень большая участников, вот, поэтому я приношу извинения, огромное всем спасибо за ваше участие в работе, и я надеюсь, что 25-го мы еще со многими из вас встретимся. Приглашаю вообще всех туда, на эту пресс-конференцию. 24-го, да, извините, 24-го. Спасибо большое, все. Инна Владимировна, у вас какая-то есть информация, нет? Спасибо. Спасибо.